Субтитры создавал DimaTorzok Металлами, спросишь. Горд ли он тем, что родил пропетит? Он откажется, так же, как и от тех, у которых рога в стародавнее время были на лбу, от чего получили прозвание керастов. Возле ворот их стоял Юпитер и гостеприимца с прошлым печальным алтарь. Как завидит пришелец, что пятна крови на камне его, он думает. Тут зарезают богу телят сосунков до двухлетних овец амапунских. Путник сам жертвой бывал. Оскорбясь несказанным служением, милые грады свои и змеиные долы Венера бросить готова была. Но места мне любезны, грады чем согрешили мои. Чем они-то, сказала, преступны? Лучше уже покарать изгнанием безбожное племя, смертью и ссылкою. Нет, чем-нибудь между изгнанием и смертью. Среднее что же найду, как не казнь по вращениям вида? И между тем, как она колебалась, во что изменить их? Взор на рога навела и решила, рога им оставим. И в косовзорах коров их большие тела обратила. Все же срамных пропетит смел молвить язык, что Венера не божество. И тогда, говорят, из-за гнева богини, первыми стали они торговать красотой и телесной. Стыд потеряли они, и уже их чело не краснело. Камнями стали потом, но немного при том изменились. Видел их пигмалион, как они в непотребстве влачили годы свои, оскорбясь на пороки, которых природа женской душе в изобилии дала. Холостой, одинокий жил он, и ложе его лишено было долго подруге. А меж тем белоснежный он с неизменным искусством резал слоновую кость. И создал он образ, подобной женщины свет не видал. И свое полюбил он создание. Было девичье лицо у нее, совсем как живая. Будто с места сойти она хочет, только страшится. Вот до чего скрывает себя искусством искусство. Дива девица-творец и пылает к подобию тела. Часто протягивал он к извоянию руки, пытая тело пред ним или кость. Что это не кость, побожился б. Деву целует и мнит, что взаимно. К ней речи обращает. Тронет и мнится ему, что пальцы вминаются в тело. Страшно ему, что синяк на тронутом выступит вместе. То он ласкает ее, то милой девушкам вещи дарит. Или раковин ей принесет, или камешков мелких. Птенчиков или цветов с лепестками о тысячи красок. Лилии, или пестых шаров. Или сдели опавших слезинок дед Гелиад. Он ее украшает одеждой. Камень ей убирает персты. В ожерелье длинную шею. Легкие серьги в ушах. На грудь упадают подвески. Все ей к лицу. Но не меньше она и ногая красива. На покрывало кладет, что от раковин аллоседонских. Ложа подругой ее называет. Склоненную шею нежит на мягком пуху. Как будто то чувствовать может. Праздник Венеры настал. Справляемый всюду на Кипре. Возле святых алтарей с золотыми крутыми рогами Падали тушите лиц в белоснежную заклонных шею. Ладан курился. И вот, на алтарь совершив приношение, Робко воятель сказал. «Коль все вам доступно, у боги, дайте молю мне жену». Не решился ту деву из кости упомянуть. Чтоб была на мою, что из кости похожа. На торжествах золотая сама пребывала Венера. И поняла, что таится в мольбе. И являя богиней дружества, Трижды огонь запылал и взвелся языками. В дом, возвратившись, бежит он к желанному образу девы. И над постелью, склоняясь, целует. Ужель потеплело? Снова целует ее и руками касается груди. И под рукой умягчается кость. Ее твердость пропала. Вот поддается перстам, Уступает. Гемецкий на солнце так размягчается воск. Под пальцем большим принимает разные формы. Тогда он становится годным для дела. Стал он, и робости полон, и веселья, ошибки боится. В новом порыве к своим прикасается снова желанием. Тело пред ним, под перстом нажимающим жилы забились. Тут лишь походский герой полноценные речи находит, Чтобы Венере излить благодарность. Уста прижимает он, наконец, к неподдельным устам. И чует лапзанье дева, краснеет она, И подняв свои робки и очи светлые, К свету, за раз небеса и любовника видит. Гости и богини сидит на устроенной ею же свадьбе. Девять уж раз, сочетавши рога, Круг полнился луны. Пав тогда родился, По нему же и остров был назван. Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики. Сегодня у нас совместная конференция с активистом МИКТАУ, Мужских движений, Котом Горынычем. Можно просто Сергей, да. Можно просто Сергей. Спасибо, Михаил, за приглашение. Мы давно собирались устроить какое-нибудь совместное обсуждение или запись, там, не знаю, очно или заочно. Но пока вот для первого тестового мероприятия решили выбрать такую нашу онлайн-сессию. Тема, в общем-то, наверное, моя скорее, да. То есть я предлагал, у меня был такой отложенный вопрос, который я хотел по нему пройтись. Секс-роботы. И то немногое, что мы сейчас про них знаем, и то немногое, что в новостях про них есть. Ну, конечно, больше интересны не технические аспекты, а именно такие социально-психологические. Там, может быть, чуть-чуть что-то из биологии. Хочется пройтись по... Есть список вопросов, скажем так, необсужденных, которые стоило бы обсудить? Ну, прекрасная тема. Во-первых, чуть-чуть с позданием благодарю тебя за согласие участвовать. Тема очень интересная. Тема такая легкая. Тема для отдыха. И более того, недавно Руслан Дегелев, наш активист, публиковал интервью с одним парнем из Германии, который купил себе предтечу уже близкую роботам, эту силиконовую куклу, которая выглядит почти как настоящая. Так что и об этом тоже можно поговорить. Так что давай, поехали. Ну, собственно, я для начала, надеюсь, что сейчас наши зрители смотрят финальный монтаж. Я вначале вставлю, может быть, немного длинноватую, но она по делу. Цитата из Овидия, конкретный эпизод про историю с героем по имени Пигмалион и его ожившая статуя Галатея. Я потом подробнее углублюсь, почему именно этот эпизод, я считаю, принципиально важным. Я люблю на эти вещи смотреть с использованием, скажем так, аппарата, который предоставляет греческая и римская мифология. Мне почему-то он кажется очень актуальным. Это удивительно, но там много топиков, которые буквально как будто с нас списаны, а не две тысячи лет назад все это происходило. Я, честно говоря, хотел подготовиться и в том числе, естественно, смотрел, что говорят оппоненты, то есть противники самой идеи. Я смотрел достаточно много видео, в основном англоязычного. Честно говоря, не впечатлили. То есть хотел заочно поспорить с кем-то из противников. И, в общем, спорить, к сожалению, не с чем. Так что, пользуясь случаем, приглашаю, если вдруг нас слушают какие-то реальные противники, то есть кому-то есть что сказать с точки зрения, не знаю, социальной антропологии, сексологии, чего бы то ни было. Выйдите на контакт, скажите хоть что-нибудь. Потому что вот две активистки, которых я нашел, обе состоят в каких-то странных некоммерческих организациях, типа комитеты по технической этике, состоящие там из трех с половиной человек. Вот они выступали на TEDx, по-моему, есть записи в интернете. И рад бы что-нибудь процитировать, но цитировать нечего, потому что они обычно первым тезисом говорят, давайте представим, что это люди, и от этого начинают что-то танцевать. То есть, ну, в общем, никакой критики серьезной, к сожалению, не получается. Жаль. Вот, но, тем не менее, я их нахожу полезно, потому что сам факт, как бы всегда интересно не то, что люди даже говорят, а какие у них допущения предварительные, то есть что они допускают. Вот, например, откуда вообще возник какой-то комитет по технической этике, и почему он именно этим конкретно вопросом решил заняться, да, там, не вопросом, там, клонирования человека, не вопросом каких-нибудь, там, сложных репродуктивных технологий у людей, а вот можно ли позволить пустить технический продукт на рынок. И это не ядерная бомба, да, это не пистолет, там, это не граната, это вот вещь, которая внутри дома, она там, ну, несколько сложнее утюга, там, несколько сложнее смартфона, вот. Но при этом сам факт, просто первое, о чем можно подумать, представим себе, что есть некий комитет, который состоит из мужчин, и этот комитет, например, выходит на конференцию TEDx и говорит, а сейчас мы вам расскажем, почему, например, вибраторы нельзя продавать, или у них должны быть определенные стандарты технические, то есть, например, вибратор не может быть меньше, не знаю, там, 15 сантиметров, потому что таких не бывает. Он не может быть неправильного цвета, потому что это ненатуральное. Он не может, собственно, вибрировать, потому что живой человек не вибрирует. И вообще говоря, если он стимулирует отрубленный человеческий орган, это не очень красиво, да, он как бы, ну, какая-то расчлененка, вообще-то говоря, получается. Ну, можно представить, что некий человек вышел с таким тезисом на конференцию, и сразу можно представить, а что бы ему на это женщины сказали? Ну, мать женщины как целая, как масса. Я думаю, можно догадаться, что бы они ему сказали, да? Они ему сказали, ты кто такой, чтобы влезать к нам там в спальню, в интимные дела, и решать, что у меня там должно быть, чем я могу пользоваться у себя за закрытыми дверями, а чем нет. Да, как ты смеешь, это мое священное право, это мое личное пространство, это моя частная жизнь. Может быть, они бы сказали, я законов никаких не нарушаю, и это вообще электронное устройство. Абсолютно. В принципе, что такое? Ну, это технический прибор, да, он особенный, он там предназначен для, скажем так, интимного применения, да, то есть, как бы в интимной сфере. То есть, его может быть там использование, нельзя показывать по телевидению, там, в прайм-тайм. Согласен. Ну, таких вещей много, там, да, например, клизму тоже не показывают в прайм-тайм, но от этого никто и не запрещает к продаже, да? Это просто медицинский прибор, там, бытовой. Сейчас ведь у людей, которые потеряли конечности, существуют очень-очень навороченные протезы, причем уже электронные, рук и ног. И это тоже, в принципе, можно подвести под черт знает что, что это расчлененка, что это идет против природы. Фетиш, не, более того, я даже допускаю, что где-то есть какое-то количество, меньшинство, конечно, людей, да, которые реально, например, возбуждаются от вида протезов. Можно допустить такое? Да запрещено. Может быть, кто-то дома держит их коллекцию, там, не знаю, может, кто-то даже ворует там или заказывает на заказ и, ну, не знаю, каким-то образом развлекается дома у себя. Был даже такой дикий фильм «Елена в ящике». Да, да, но он, правда, не совсем про это, «Елена в коробке», да, «Боксингфеллер». Очень хорошо известный фильм. Кстати, по-моему, это первый фильм, который дочка Линча сняла, да, если память не изменяет. Он про другое, скажем так, да? Ну, а сам фетиш, можно допустить, что кто-то имеет фетиш на протезы. Разве это повод не продавать протезы? Да, это странно. В общем, как минимум странно. Из чего сразу возникает опять первое, это уже вторая, наверное, мысль, социологическая. То есть почему-то какой-то, ну, по крайней мере, подгруппа женщин считает, что она имеет право и моральное, и законное право вот такие комитеты организовывать и через них как-то влиять. И это существует в том, что многие называют патриархатом. Большин раз надо удивиться, мне кажется. Это больше похоже вот на историю появления сухого закона в США, который, как вот Карен Строган рассказывала, во многом этот закон был обязан именно деятельности особого женского союза. Какой-то там союз, что-то верующие женщин против злоупотребления, как-то так он назывался. То есть фактически это была лобби-группа, которая обеспечила все то, что началось потом, вот то, что показывают в фильме «Неприкасаемые» и «Восхождение клана Кеннеди» и так далее. Это все вот это вот направление. Удивительный сам факт. Они даже вот выходят на эту TED-конференцию, и даже вопрос не возникает, вы вообще кто? Кто вас уполномочил, кто дал вам? То есть что за мышление такое? То есть как будто учительница школы в младших классах стоит перед доской и говорит «Сейчас мы будем разбираться, кто из вас там засранцев не постригся правильно, кому надо 50 копеек дать». Я помню, лично у меня в школе такое происходило. Кому из вас надо 50 копеек дать, кто тут пришел не среженный, у кого волосы длиннее на 2 см. Уровень примерно такой. То есть такая мама, стоит мама над всей конференцией TEDx и так сверху, с позиции сверху объясняет, что хорошо, что плохо. Сейчас я, во-первых, объясню, что хорошо, что плохо, а во-вторых, веду нормативы, которые будут запрещать плохое и разрешать хорошее. То есть люди сами себе эту функцию берут и даже, ну, как этот феномен назвать вообще, я не знаю. То, что по-английски называется «patternizing», да, то есть такой позиции родителя. Ну, я думаю, что так как они не берут, это все часть системы феминизма, которые искусственные, которые придумали для управления, про обращение, там, обогащение финансовой элиты. И эти дамы, они как бы вполне себе ангажированы. Часть охоты на ведьм. Все это с одного корня и делается все на одни и те же деньги и одно и то же лобби. Какое-то финансирование, скорее всего, есть, что удивительно. То есть, видимо, будут бороться два капитала. С одной стороны, те, кто вкладывается в эти хай-тек индустрии, потому что это сложная такая джоинт-индустрия. Там очень всего много сейчас, вплоть до искусственного интеллекта там замешано. То есть, там будет и Boston Dynamics, возможно, когда-нибудь задействован и так далее. А с другой стороны, ну, они об этом не говорят, но, не знаю, может, конечно, это проекция, может, я своим испорченным нутром проецирую, но для кого-нибудь интересный из мужчин является тайной, почему на самом деле они против внедрения этих машин. Мне кажется, это совершенно не тайна. Мы все это хорошо понимаем, никто это вслух не произносит, но из них не произносит. В мужском движении произносят. В мужском движении это прекрасно, все вслух произносят. Все это знают. Вопрос. Кто им мешает хотя бы, хотя бы, ну, начать с таких простых вещей, выйти на тот же TEDx и сказать, мы знаем почему. Мы знаем, почему мы не хотим. Мы вам сейчас расскажем. Это честно. Ну, просто честно. Начните с простого. Я, например, вот запикселизирован, но запикселизирован не потому, что мне там было бы поговорить про сексуальные игрушки. Абсолютно. То есть я, так сказать, в своем кругу я могу спокойно об этом рассуждать. Почему нет? Я провел маленький предварительный опрос на своем канале. Мне дали такую возможность недавно сдавать опросы и в том числе постинги делать. Значит, вопрос был, что как бы вы отнеслись гипотетически к секс-роботу? Половина, последнее, что я смотрел, половина людей, порядка 30-40 человек ответило. Значит, половина выбрала вариант, что никогда ни при каких обстоятельствах не будет с роботом иметь дело. По причинам там, без указаний причин, но не будет. Остальные распределились по тем немногим вариантам, которые мне позволил YouTube создать. Там был вариант копия какой-то живой женщины, эротической модели, порно-модели, не знаю, какой-нибудь женщины из прошлого, актрисы и так далее. Первый вариант. Второй вариант, копия женщины, ну или человека, скажем, с какого-то известного произведения искусства, то есть которого никогда не было, но это в принципе человек. Мне, например, быстро пришла в голову Венера Миловская, если ее дополнить до полного тела, мне кажется, для определенной группы людей была бы интересная модель. Венера Миловская живая, со всеми пропорциями и так далее. Третий вариант, фантастические существа, которых никогда не было. То есть сюда можно все отнести от копий из мультфильмов, начиная с Диснея, которых художники-самоучки в большом количестве, кто не знает, в гугле можно даже найти, рисуют эротические фантазии на тему Диснея с незапамятных времен. То есть есть фантазии на тему всех принцесс Диснея, каких только можно. С 3D-фильмами там есть даже мультипликация любительским образом сделана. То есть все все понимают, что Диснея на это намекает, но как бы тему не раскрывает. Есть частные художники, они эту тему раскрывают. Вопрос, почему бы ее не раскрыть в виде физической модели? Да, вполне. Из sci-fi первое, что в голову приходит, естественно, это аватар. А почему нет, собственно? Если технология позволяет, какая разница? Он даже сложнее будет технически, потому что там, например, есть хвост. Или, например, ну это я уже, так сказать, совсем фантазирую на греческую тему, например, мы потом в это углубимся, но в частности, когда выступают против, говорят, что, значит, это приведет к эксплуатации имиджа, либо в косвенном виде самих, значит, женщин, детей и животных. Вот мое сразу гибридное предложение. Как насчет самки кентавра? Почему бы нет? Ну для определенной категории людей это могло бы быть интересно. А она может еще быть и роста небольшого, да? Не будем говорить детеныш кентавра. Ну кентавр, скажем, сопостоимый по размерам с человеком. Кентавр пони. Да, да, тема пони, тема пони, да, японских этих вот, и вообще фюри, вот это то, что у них называется фюри. Вообще в Японии с выдумкой гораздо круче, чем у меня, это я так на скидку просто сейчас перебираю. Тема пушистых антропоморфных зверей, которых в огромном количестве рисованы и 3D там, кого-то, короче говоря, тема просто, ну вот бесконечная реально. А дальше начинается фантазия на тему, а если он не один, а если это группа, и их может взаимодействовать несколько, и они могут разыгрывать какие-то коллективные сцены, там горизонтов, ну, просто необыкновенные. Что мешает женщинам просто прямо сказать, мы знаем, почему вам это нужно. Ну, мы знаем, почему. И поэтому мы хотим это как-то, ну, там, ограничить, канализировать там, вы типа и нас поймите. Это было бы такой, просто это было бы, ну, для меня лично, да, если бы я такое услышал от женщины, я бы подумал, что, ну, человек, во-первых, обладает эмпатией, то есть способен понять, в чем мужской интерес в этой теме, да, во-вторых, ну, как бы берет на себя ответственность за свой интерес, то есть, ну, они знают, почему они против, потому что действительно это нарушит баланс определенный, который сейчас существует там в их пользу, а он будет смещен противоположно. Это нарушит дисбаланс очень сильно. Ну, да, нет, возможно даже, я допускаю, что он качнет его в противоположную сторону, очень может быть. Может, это будет такой колебательный процесс. Существует дисбаланс, а качнет это в сторону баланса. Мужчины выйдут в зависимости из-под гнета от женского тела, в зависимости, секса в зависимости от живыми женщинами и так далее. Да, причем сразу очевидно, что не все. Вот я говорю, даже из участников опроса, которые нам вроде как близки, да, половина просто отказывается наотрез сразу. Раз. Во-вторых, это достаточно дорогая технология. То есть, всему вот то, что сейчас продается, о чем речь идет, счет идет на тысячи, а иногда уже на десятки тысяч долларов. То есть, это примерно вопрос будет сравнимый с, ну, с аномаркой, такой средней руки. Причем сейчас еще, собственно, ничего путного-то и не продается. Продаются некие такие намеки, полуфабрикаты. Да. То есть, еще меньше, меньшая часть. Пока это какая-то аниматроника. Это первые такие вот попытки, шаги, собственно, что такое кукла, по большому счету? Кукла — это выключенный робот. Вот сейчас продаются, роботы продаются, но они выключенные в основном. Ну, я бы сказал не совсем, я бы сказал, кукла — это некая форма без механик, форма для робота, которая может быть наполнена какой-то механикой, которая сделает ее робот. Кукла — это заготовка для робота, может быть, вот так сказать. Да, можно так. В общем, вот, ну, первый шаг для диалога, если кто-то вот из женщин решит на эту тему поговорить, я там разослал несколько приглашений, ну, пока как-то без ответа. Ну, начните с простого, признайте, почему вы против. Ну, скажите об этом, это уже будет приятно, вот уже какой-то будет повод для обсуждения, для общения. Очень странно, вот это вот вдруг, в принципе, конечно, я как человек, полностью прочитавший и очень уважающий Нила Постмана, я догадываюсь, чтобы он на эту тему сказал, он бы, конечно, вряд ли поддержал эту тему, вот, но он все-таки был человек с синей таблетки. Конечно, он бы тоже сказал про вопрос этики технической, именно в том смысле, что это изменит человека, как мы его знаем, и с этим трудно не согласиться, конечно, изменит. Вопрос в том, что, а это что, первый раз, когда что-то придумывается, что меняет человека? Например, из крупного, вот, женщинам дали таблетки гормональные. Можно, я думаю, вполне биологически утверждать, что женщина с таблеткой и женщина без таблетки, это два разных биологических существа. Они по разным законам вообще живут, взаимодействуют, и это другое существо, оно модифицировано, это как бы мод. Уж не знаю, это апгрейд или даунгрейд, это уже философский вопрос, но факт то, что это точно другое существо, то есть, например, если женщина живет в племени в Африке, она таким не обладает, и такой не является. Женщина в первом мире... Вопрос, где были комитеты по этике, когда выдумывали эти таблетки? Странный вопрос. Он скорее риторический, потому что комитеты по этике, они ангажированы теми, кто феминизм придумал. Когда нужно еще сильнее запрессовать мужчин и ущемить их права, тогда появляются комитеты по этике и дать женщинам и системе еще большую власть над мужчинами. Тогда вот они внезапно возникают. А когда нужно, что-то идет об интересах права мужчин, почему-то эти комитеты вообще не имеют места существовать. Вот сейчас активно идет, параллельно, так сказать, с этой темой, активно идет тема про автомобили без водителей. Миллион раз сказано, что грядет огромная безработица среди огромной массы, причем, естественно, мужчины в основном. И мне нечего будет больше делать. Как только эта технология выйдет в массы, видимо, вопрос остался недавнего будущего. Были близкого достаточно. Утрясут несколько технических вопросов, утрясут пару юридических моментов и, в принципе, все. На этом водитель уйдет в прошлое, как таковое. Да, сейчас уже, собственно, это не как с этими роботами, где еще очень большой путь предстает, сделаны первые шаги, в принципе, но они сделаны. Тут уже, собственно, осталось сделать несколько последних шагов. Эти автомобили уже можно сейчас пускать в серию, насколько я понимаю. Да. Грядет совершенно новый мировой порядок в плане того, что будет автоматизировано все, что может быть автоматизировано. Везде, где есть алгоритмы, везде, где нет творчества. То есть первыми, конечно, могут пострадать водители, но дальше вообще начнется такое, что даже нам с тобой трудно вообразить. И огромное количество людей останется без заработка. Но это немножко сейчас мы уйдем совершенно от темы роботов в другую. Но, в общем, в рамках как бы своего самообразования и, в общем, нашей мужского движения и тематики, я знаю, что сейчас уже в Европе идет речь о, по-моему, называется БОД или ББД, базовый какой-то, обязательный доход, базовый, безусловный доход. В принципе, те же самые роботы, они же будут производить полезную работу, которая будет, соответственно, они будут создавать живые деньги. По аналогии. Но роботам деньги не нужны, поэтому можно эти деньги отдавать живым людям, чтобы не было катастрофы и массовых смертей от голода, бунтов и вообще трагедий, которые сулит эта вот полная автоматизация всего, чего только можно. Если ее будут проводить люди аморальные власти, то есть скорее недопросовестные и не думающие о том, что будет с простыми людьми. В принципе, можно говорить о секс-индустрии, только как о части какого-то гигантского процесса, который неизбежен. Да, причем, в основном, по понятным причинам, опять же, он ударит именно по шинской составляющей секс-индустрии. Вопрос в том, где комитеты по этике, которые обсуждают огромную грядущую безработицу водителей или курьеров. Вопрос с дронами, курьер доставки. Где комитет по этике? Я не слышал про такой комитет по этике. Ну, пара человек сказала, что да, грядет большая безработица, это мужчины, ну, наверное, будет какая-то волна самоубийств, и все. Я вот не слышал, чтобы те же самые люди, которые сейчас пытаются накинуть какие-то поводья на секс-роботов, чтобы они пытались накинуть поводья также на... В принципе, речь пойдет про лудитов опять, да, то есть речь идет снова про лудитов. Нил Постман говорил про лудитов, сами лудиты говорили про лудитов, и вот мы снова к этому подходим. Но не слышно этих голосов удивительным образом. Стандартный пример, который часто приводит, автомобили, да, то есть мы пользуемся все автомобилями уже сотни лет с лишним. А в России, если память не изменяет, по статистике, в год что-то порядка 40 тысяч смертей. То есть это примерно столько, сколько погибло в Афганистане за всю компанию афганскую со стороны СССР. Каждый год женщины, дети, все категории. Кто-нибудь говорит о том, что надо как-то автомобили прикрутить, там что-то. Даже такую банальную очевидную вещь, как, например, вставить ограничитель скорости в машину, что уже давно вообще-то можно было бы сделать. Просто физически поставить ограничитель, который бы, и причем за штрафом можно было бы его наращивать. То есть, например, человек, который систематически нарушает скорость, ему можно было бы потолок скорости просто опускать регулярно. Все технологии для этого есть сейчас, но этого не слышно. И не слышно никаких этических комитетов, которые бы это предлагали делать. Я вам представляю, ну, в городе ладно. Если это как-то, этот ограничитель работал бы от компьютера, там, через спутник, потому что такой человек на хорошем автобане в Европе, ну, у нас сейчас есть такие дороги, там, где просто ниже 100 км в час, ну, гнать ты будешь создавать помехи просто. Или выделять для них отдельные полосы. То есть, он будет тормоз, он будет тормозить автострату или всю полосу. Это технический вопрос. Вообще-то речь про интерактивные дорожные знаки шла еще до того, как речь пошла про роботов-водителей. То есть, грубо говоря, выезжая на автостраду, скажем, в той же в Германии, там, на автобан, да, проезжая мимо какого-то радиомаяка, компьютер получает разрешение, опять же, ехать медленнее, чем все остальные. То есть, например, все могут ехать без ограничений в Германии, а этот человек может ехать, например, вот с минимальной разрешенной скоростью, там, она у него, не знаю, 120 километров, допустим, и все. Ну, он ехал в город, пересек черту города, опять же, радиомаяк проехал, его опознали, что это его машина, не какая-то чужая, ему включили ограничения, не знаю, там, 40 километров, ну, к примеру. Это, по современным меркам, это вообще не задача, потому что у нас не стоит выеденного яйца. Но, опять, комитетов по этике тут нет, странным образом. Да, действительно, и что бы, и что бы это вдруг? Вот, вот, действительно, риторический вопрос, вот почему тут нет комитетов по этике? Ну, наверное, потому что это все выходит за сферу рассмотрения вопросов, которые касаются феминизма. Возможно, нет, но, как бы сказать, moral ground, да, такое моральное превосходство, это чувствуется даже на конференции вот этих вот TEDx, то, что они выступают, они, как бы, явно и неявно дают понять, что, ну, это постоянно проекция, как бы, она, вообще-то, от всех женщин исходит, от большинства женщин, да, что, как бы, секс – это что-то низкое, грязное, во-первых, во-вторых, это мужская сфера, то есть автоматически, как бы, мужчины загоняются, типа, что, как бы, он смотрит на них с позиции такой ангелоподобный, высокого существа, смотрит вниз на таких грязных, зацикленных на каких-то низостях существ, вот он с ними общается, как бы, как будто, не знаю, там, ангел с чертями вот снизошел и с ними общается. В том числе, между прочим, приплетает сюда религиозную тему, что, вообще говоря, сложная, то есть тут все очень непросто, даже вот из-за, опять же, вопроса, там кто-то в комментариях упомянул про, ну, естественно, должны были, кто-то должен был об этом написать, про анонизм, про библейского героя и про греховность, почему нет, вполне это можно рассмотреть. Вопрос в том, что, я просто знаю, потому что я интересовался этим вопросом, грех анана, который часто вспоминается в этом контексте, он не состоял в том, что он занимался мастурбацией, его за другое вообще-то убили, и его преступление состояло в другом. Кому интересно, вот Библия, пусть найдет его, участок посвященный этой теме, лучше с комментариями, потому что без комментариев можно не въехать, что там происходит. То, что морально та же церковь, да, или психологи, или сексологи, собственно говоря, они, наверное, мастурбацию не очень приветствуют, да, потому что трудно считать ее чем-то таким полезным, а то, что можно прописывать в качестве лекарства. С другой стороны, ну, в наше время всерьез вот стоять в упрек людям, типа, вы что, собираетесь мастурбацией заниматься? Мы вообще в каком веке живем? Вот кто-нибудь сейчас женщине может сказать, типа, какой ты имеешь право, как это называется, малахия по-библейским? Когда женщины каются, они каются, по-моему, это называется малахия. Вот, ну, кто-нибудь сейчас всерьез может выйти вот там на TEDx мужского пола и начать к женщинам обращаться сверху вниз и говорить, ах, вы нехорошие, вы используете вибраторы, там, малахия и так далее. Но этот бы просто даже не прошел, не то чтобы внешне. Ну, человека просто не пустили бы. А если бы пустили, его бы освистали, и он бы просто ушел со сцены. Это был бы скандал, он потерял бы свои должности, там, финансирование и чем он там занимается. Даже если он на самом деле так думает, он просто такие мысли должен, вынужден держать при себе. Но вот мужчинам это можно сказать, это дозволительно и можно спорить открыто. Говорить, что ах, вы нехорошие люди такие вот. Вам только, вам всем надо только одного. На что мой контрдовод, нет, мне надо не только одного, мне надо еще второго, третьего и четвертого. Желательно. Второе, третье и четвертую. Ну, так и работает, в общем-то, мировая система контроля и управления. Вот это феминистическое. Чего тут удивляться? Это матрица. Мне, честно, мое личное, не знаю, как бы это плюс или минус, я, с одной стороны, никогда в жизни не имел никакой вот такой игрушки лично для себя. То есть у меня даже флешлайта не было. Флешлайт – это не тот, который фонарик, это флеш, который пишется через Е. Ну, кто в теме, тот знает, что это такое. У меня даже такой штуки никогда не было, но не потому, что я идейный противник. Не было у меня такого встречения обстоятельств, что я должен был сузить свои интересы до такого решения. Но внутреннего барьера к этому у меня нет. Почему нет? Кому-то флешлайт, кому-то там вот эти сейчас продаются такие там торсы там с вибратором, без вибраторов. Ну, нужно человеку. Почему ему это не продать? Кто от этого пострадает? В принципе, оппозиция вот этим секс-андроидам, она понятна. Мировой феминизм и дальше, потому что мировой феминизм – это гигантская система, там гигантские деньги. Идет все от неких финансовых элит, потом это все разметляется. И то, что мы видим, это уже некая такая проекция средних слоев. Мы видим всяких там женских активистов, которые против. Ну, в общем, понятно, что это общая система управления мужчинами, эксплуатации. Совсем просто. Конечно, мужчина, получивший себе секс-роботов или несколько, или, как ты говорил, самых разных, и не только женщин, он соскакивает из системы вот этой вот вагинозависимости, обслуживания женщин, необходимости идти в ЗАГС, необходимости рожать новых рабов, проходить через разводы, распилы, потери жилья, необходимости уплаты алиментов, которые делятся, на самом деле, на Западе даже на две части. Алимония – это уплата жене, чтобы она не потеряла свой прежний уровень жизни. А алименты, вот то, что мы имеем в виду, мы знаем как детям, это там Child Support называется. Вот. То есть, мужчина вообще с этой системы выскакивает. Это такой мектав, можно сказать, с роботом. Получается. Естественно, он в системе совершенно невыгоден. И если их будет много, они с этими роботами вот эту часть экономики подорвут. Поэтому, естественно, все феминистическое лобби, оно заранее уже против. Это понятно. Вопрос второй. Тут будет уже действительно столкновение гигантских финансовых монополий, потому что вот эти роботы, они, если это действительно будут не куколы, как вот мы сейчас видели, в том числе в том касте Руслана Дягилева, это с моей точки зрения, чтобы все как бы мужчины, печатая шаг и стройными рядами двинулись, записываться как за финскими гарнитурами в советское время на этих роботов, этот робот должен в значительной степени имитировать человека. Ну вот для тех, кто читал героиню повести «Снав» Виктора Пелевина, она должна нормально общаться, она должна быть тёплая, там, соответственно, вся интимная часть должна имитировать женщину. Разница как психологическая, так и физическая между этим роботом и живой женщиной должна быть многократно в пользу робота. И до этого всё-таки ещё технически далековато. Естественно, что такие андроиды, я думаю, тут слово «андроид» всё-таки больше подходит, хотя без разницы, будут, ну, безумно дорогие. То есть это очень серьёзная технология, и там её надо всё подогреть, всё просмазывать, придумать для неё батарейки, системы подзарядки, искусственный интеллект, чтобы она общалась. В принципе, первые шаги по этому пути уже сделаны, но, как я сказал, пока что это только кукла, это хард, под который нужно сделать софт. Может, я не очень хорошо выражаюсь. А до этого ещё очень-очень далеко, хотя тоже и шаги делаются. И, соответственно, всё это будет очень дорого, и определённым частям финансовых элит самое прикольное, что, возможно, тем же самым, который финансирует феминизм, это будет безумно выгодно, потому что, с моей точки зрения, прибыль от этого всего будет не меньше, чем прибыль от нефтяной и автомобильной индустрии. Так что вот так вот запретить каким-то кругам и лицам зарабатывать, пардон, такое в мировом масштабе количество бабла, я думаю, так просто не удастся. Вот что ты думаешь на эту тему? Ну, тут несколько вопросов. Во-первых, я тоже считаю, что почему, например, эту область, на мой взгляд, никаким образом не стоит запрещать, а наоборот, стоит её вообще-то как-то даже спонсировать именно социально. Это хай-тек, очень продвинутый хай-тек. И побочными результатами развития в этой области могут быть совершенно спин-офф, технологии разные. От автоматических сиделок в больницах до, я не знаю, там, воспитателей в яслях, да кто угодно. То есть тут всё может выйти. Извини, поводарь слепого в миров собаке будет... Да, говоря, вот один из примеров, где, ну, может, не бредно, это должен быть именно человек, но вся технология общения, аниматроника, ориентированное в пространстве, взаимодействие между людьми, понимание речи и умение взаимодействовать речью, между прочим, это огромная каждая отдельная мелочь. Помощный компаньон для пожилых, недееспособных людей. Абсолютно. Да. Между прочим, вот, что касается направления развития именно по качеству, я дальше про это социализуюсь, у меня вот альтернативное мнение на эту тему есть. Речевую часть, вообще-то, решили уже несколько компаний, независимо друг от друга, они существуют на английском языке, и одна из них называется Эхо. По-моему, Амазон, модель от Амазона называется Эхо. Что вообще говоря, мне кажется, неправильно, конечно, назвали ее Эхо, потому что Эхо это нимфа греческая, ценный для меня миф с точки зрения и Пинк-Флойда, и Пелевина, и так далее. Она была немая, поэтому говорящая Эхо это некоторое противоречие внутри самого себя. Но, что это по сути такое? Это прибор размером с консервную банку, пивную, который, ну, содержит минимальный интерфейс в себе, основная часть выполняется на сервере, потому что, естественно, это большие усилительные мощности, там требуется обработка и так далее. Но, если посмотреть ролики рекламные, как она способна взаимодействовать, ну, грубо говоря, пивная банка, которая поддерживает вполне сносное речевое общение, она отвечает на вопросы, она может бронировать и можно сказать, скажи мне, какие фильмы сегодня идут в рейшн кинотеатре, она называет фильмы. Человек говорит, забронируй два билета по возможности в центре зала, она говорит, есть билеты, такие места годятся, он говорит, годятся бронируй. Если настроена кредитная карта, он их купит. Даже для того, что были прецеденты, шутники, я знаю, прикалывались. Проезжали с громкоговорителем в дневное время, когда никого дома нет, по улице в каком-то дорогом районе, значит, через громкоговорители говорили, я не помню, какой по имени зовут, но, в общем, эхо, закажи телевизор такой-то марки. Она там спрашивает, заказать, они говорят, да, закажи. И в итоге, значит, вся улица вечером оформляет заказ на Амазоне. Потом идет разбирательство, выясняет, что, ну, такой вот, был такой спам такой. Даже и это можно делать. Прикольно, да. То есть, к тому, что голосовой интерфейс, вообще-то, то, что касается поддержать диалог, например, составить компанию кому-то, между прочим, вот именно спин-офф этой конкретной технологии, эхо, могла бы обеспечивать телефонный секс, вообще-то, что было бы очень круто. И для тех, кто физически не способен, то есть, просто организм не позволяет. Вот он как бы в телефонном сексе может участвовать, а в обычном нет. Почему бы нет? Да, и для этого не нужно теперь сажать живого оператора, там, ему унижаться, тетенькому с приятным голосом забрать из себя. Это можно сделать вот при помощи такой простой пивной банки. Этого достаточно, чтобы даже такое удовлетворить. А что, ну, а какие еще прорывы могут быть в этой области, это, ну, не знаю, тут все-все, что угодно может быть. На этом месте я должен сделать пояснение, почему я вставил цитату из Авидия. Там две важных ветки, эти два важных момента. Оба имеют прямое отношение к теме. Первая часть вступления показывает, какая была ситуация предварительная, которая главного героя подвела к тому, чтобы, значит, вообще сам интерес привить к теме, попытаться оживить статую. Значит, описывается некая группа мифических девушек или женщин, скорее, девушек. Значит, эта группа бегала, описано, что она была знаменит несколькими плохими вещами. Во-первых, они занимались тем, что они приносили в жертву на алтаре Юпитера случайных путников. То есть, занимались человеческими желтоприношениями. По меркам даже Тревней Греции это было крайне мерзко и, в общем, предусудительно. А во-вторых, это более важно, поскольку дело происходит на Кипре. Кипр — это место рождения Афродиты. Она же Венера, да, она же Киприна. Они отрицали, что Афродита — богиня. В какой форме там не написано, у Авидии не знают, надо копать. За все эти вещи в совокупности Афродита очень на них осерчала, согласно Авидию. И когда на них осерчала, там описано несколько разных вещей, которые она в разные моменты с ними сделала. Во-первых, в какой-то момент она их обратила в коров с рогами, толстых коров. В другой момент она их заставила, они занимались проституцией, причем там так написано, типа, что они первыми стали продавать свои тела. В отместку за то, как они относились к Афродите, она заставила их заниматься проституцией, за деньги продавать себя. И финальным актом написано, что когда все это тоже Афродите надоело, она их превратила в камень. И там такая интересная оговорка стоит, я не знаю, конечно, как в оригинале звучит, но в русском переводе они превратились в камень и не сильно при том изменились. Мне кажется, что все эти три пункта вполне точно описывают существенную подгруппу в нашем современном мире. Мы знаем этих женщин, я думаю, все с ними сталкивались. Во-первых, те, кто представляет из себя рогатых коров, в буквальном смысле, кособзорах она их называет в русском переводе. Во-вторых, те, кто, если их превратить в камень, то это не сильно на них повлияет, то есть они принципиально не изменятся, если они завтра станут каменными. Особенно в плане интеллекта. Ну, я думаю, что скорее это имеется, конечно, чувственный психологический аспект, но, возможно, интеллект тоже. Просто они не сильно изменятся, если завтра станут каменными. Ну, такие вот люди, что тут с ними делать? Оборотеньмаша, который носит превращаться в бревно. Да. А третий, мне кажется, это самый принципиальный момент. Люди, которые не ценят вот этот вот аспект, ведь Афродита не богиня секса. Афродита – это богиня чувственной любви. Это совсем разные вещи. И люди, которые к ней относятся пренебрежительно, это один из важнейших аспектов женской части, которую я все время привожу про спектр анимы и так далее. Афродита, то, что касается чувственной любви, те, кто к нему относятся оскорбительно и пренебрежительно, те, кто говорят, что это грязная вещь, что это там недостойно человека вообще, что те, кто этим сильно увлекается, они позорят человеческий облик и так далее. Кончается все тем, что эти конкретные люди становятся первыми в самых развращенных рядах. Как это работает, я не знаю. В мифологии, видимо, это как-то отражено. Возможно, есть какой-то психологический механизм, как это работает. Но я так понимаю, что вот священник, который, например, начинает полоскать, что вот мужчины, вы развращенные, давайте меньше того, меньше всего, лучше секс, это секс с женой, кончается все тем, я так понимаю, что этот священник в итоге, ну, грубо говоря, трахает мальчиков в своем приходе. Как это работает, мы не знаем. Женщины, которые на форумах кричат, все мужики кончились там, вот они там грязные, там, не знаю, козлы с Индии, там, не знаю, похотливые, как это нам называют, собаки, кончится тем, что эта женщина конкретно будет делать что-то мерзкое, возможно, даже за деньги, и причем недорого. Я думаю, это не хочется, я думаю, это они прекрасно запараллеливают. Может быть, но просто, вот, Ниф странным образом, две тысячи лет назад написанный, то есть, автор жил примерно в то же время, когда жил Иисус Христос. И примерно в это же время написаны эти строки. Откуда они знали, что эти две вещи соотносятся? Откуда-то они это знали? Я не знаю, как. А почему мы думаем, ну, это уже вообще третий, не наша тема, но люди были совершенно такие же, и мозг у человека 50 тысяч лет, у наших предков, уже не менялся, и по интеллекту, как вот известные антропологи говорят, отлови там любого пацана там 50 тысяч лет назад, перенеси на наше время, воспитай. Он и внешне-то будет совершенно, как ничем не будет отличаться, и тем более интеллектом. И почему-то принято думать, что там древние были глупее нас. С точки зрения философии и психологии, они совершенно точно не были глупее, возможно, они были умнее. Кстати, те же антропологи говорят, что мозг у нас усыхает, усох на 100 грамм за последние 25 тысяч лет. Так что интеллект был, и люди уже были совершенно такие же, как сейчас, делали уже достаточно великие открытия для своего уровня. А уж наблюдать, понимать поведение, разбираться в этих инстинктах, хотя тогда они, естественно, этого слова не знали, им сам Бог велел. Так что вот тут я твои удивления, как понимаю, но не разделяю. Уже тогда были гениальные люди, и 2000 лет назад, и больше Сократ, Платон, да, и я боюсь сказать кого-то еще, потому что я в истории неверстной могу ошибиться. Но они тогда жили, то есть их помнят, и то, что они говорили актуально до сих пор, так что тут как, почему нет? Это может быть мы отупели по сравнению с ними. Такое ощущение, что да, потому что даже вот читая того же Овиде, да, мы читаем историю, но механизм, я, например, не понимаю. Может, если бы сейчас с нами участвовал человек, который был профессионал в сексологии или в психоанализе Юнга, может, он бы сейчас объяснил, как это работает. Я не знаю, как, но можно только прочитать, что вот работает так. Можно верить, можно не верить, но окружающая реальность странным образом. Я уже использовал словосочетание «практическая мифология» и снова должен его использовать, потому что, ну вот, это реально осязаемый эффект. Так вот, вторая часть Овиде, которая ближе к нашей теме непосредственно относится. Все вот это вот безобразие, которое я писал, наблюдал очень продвинутый скульптор, который занимался резкой по кусти, по камню и так далее. Он очень расстроился, что, значит, женщины вот такие. Опять вопрос. Мы узнаем этого персонажа? Мы знаем таких людей, которые наблюдают таких женщин и вот так расстраиваются? И начинают себе говорить, что, наверное, женщин хороших, в общем, не осталось. Что же мне делать? Как мне решить свой вопрос личной жизни? Мы тоже знаем всех, мы тоже все знаем этих людей, да? Не будем показывать пальцем. Что он решает сделать? Что он, в отличие от всех прочих, чем он отличается от среднего человека? Он скульптор, талантливый скульптор. Он вырезает статую из кости. Я уж не знаю, вряд ли, конечно, он ее на самом деле трудно вырезать из кости целиком. Не знаю, пусть это будет мрамор, неважно. Важно то, что он с очень большим чувством, отдавая себя, так сказать, по максимуму, вырезал неподвижную женщину, девушку своей мечты. Там, кстати, явно указывается, что у нее девичьи черты, девичий взгляд. Я посмотрел оригинальный текст на латыни, там используется слово virginal, то есть именно, что она девственница. То есть он девушку делал, не женщину. Как бы мечтал о некой невесте. То есть у него было некое желание, вот кого бы он в идеале хотел иметь. То есть он сделал свой идеал. И мы знаем, что этот же сюжет, да, разыгрывается в нашем фильме. Можно будет нарезать что-то, может быть, потом сюда. Формула любви, да. Там именно этот сюжет разыгрывает. Только там статуи он не сам вырезал, он ее просто увидел. Мне его тема близка, потому что у меня есть любимая статуя Эхо, такая зеленоватая, там, может, потом врежу. Я бы не против был видеть ее оживленной. В общем, это любопытно было, как мне. Даже если бы она просто танцевала, хотя бы об этом потом надо будет сказать. А если бы у нее оказался мерзкий характер. А мы поговорим про характер чуть позже. Так вот, я остановился на том, что дальше было, когда этот молодой человек себе статую вырезал. Он ее вырезал и начал с ней взаимодействовать. Он начал с ней активно общаться. Он с ней разговаривал. Он купал ей одежду, украшения. Он ей приносил всякие милые штучки. Ну, видимо, то, что примерно в то время в Греции было принято какие-то лепестки цветов красивых, какие-то капельки росы с деревьев, каких-то птенчиков свежевылопившихся. В общем, общался с ней так, как с любимым человеком. И какой-то момент, когда это, ну, видимо, какого-то порога, а, он ее клал, там написано прямо, что он клал ее в себе в постель. То есть он ее нежно укладывал и называл ее подругой ложа. Такое словосочетание используется, подругой ложа. И какой-то момент, когда, видимо, все это зашло до некоторой степени, он пошел в храм Афродиты. Он принес там жертву. Я не знаю, что жертвовали Афродите, наверное, тоже какого-нибудь ягненка. И он обратился с молитвой. Пошли мне, пожалуйста, вот хорошую жену. Но вслух не сказал кого, но имел в виду. И дальше автор пишет, что так уж получилось, что в этот момент сама Афродитов на службу присутствовала. Ну, видимо, невидимо, скорее всего, присутствовала. Но она там была. И она, во-первых, услышала то, что он сказал. Во-вторых, он это говорил от всего сердца искренне. А, в-третьих, он принес жертву. И он думал об этой конкретно статуе. И она решила дать ему «You wish is granted», как Джин. Да, получай. Ты обратился ко мне с уважением, поэтому я пойду тебе навстречу. Он ни на что особо не надеется, но, тем не менее, он приходит домой, начинает опять трогать, общаться и так далее. И вдруг с удивлением замечает, что девушка постепенно обращается вживую. То есть она сначала ему отвечает на поцелуй, потом она начинает шевелиться, потом у нее меняется цвет, там она становится мягкой и, собственно, кончается тем, что они играют в свадьбу. И это, наверное, самое фантастическое, у них рождаются дети. В свое время, может быть, будет и такое. Как я это читаю? Естественно, я не могу прочитать этот текст буквально. Как я это понимаю? Я это понимаю так, что у человека внутри сильно развитая вот эта сторона, Афродита, то есть у него есть сильно развитая анима, у него сильно развитая Афродита. Он к этой области психики, взаимодействия людей обращается с ней с большим уважением, с большим почтением, с божественным. То есть он, в отличие от пропетит, считает, что Афродита богиня. Что бы мы под этим словом не подразумевали? Богиня. У нее есть статус определенный. И эта его способность, она практически проецируется из него на неживой объект. И его способностью, этого человека, этот объект обретает некоторые, скажем так, некоторые свойства живого объекта. И тут мы подходим к главной, мне кажется. Почему-то этот момент никогда не всплывал. Я много отсмотрел много-то блогеров, которые говорят про кукол, про роботов. Два человека, я могу путать сейчас, кто из них что говорил, но один из них я просто регулярно смотрю, шоу TFM, Third Fringing Monkey. Это буквально расшифровывается как обезьяна, кидающая какашки. Но такой человек себе ник выбрал. Он активно продвигает продукцию одного из шопов, который производит кукол этих вот. И он владеет такой куклой, и он про нее периодически делает спецрепортажи, разные модели и так далее. И у него личный опыт есть общение. А второй человек это Сэндман, он много чем прославился, он почти ежедневно выпускает ролики уже очень давно, там несколько лет. И у него был длинное интервью, не помню, кому он его давал, но там тема роботов всплыла, и мне показалось чрезвычайно важный момент, который почему-то нигде у других людей не всплывает. Он обратился к интервьюеру, не помню, кто с ним разговаривал. Когда они начали обсуждать роботов, сначала прошлись по технологиям. Я так понял, что в принципе подход первый, мы делаем механическую копию человека и что-то с ней там, не знаю, анимируем ее и так далее, как она двигается, общается. Второй вариант, который вот, по-моему, Сэндман его озвучивал, что вообще-то говоря, можно сделать некий универсальный, скажем так, манекен, а на этот манекен с помощью визуальных технологий, виртуальных технологий накладывать, ну, нечто вроде скинов. Он даже там изложил модель, что эти скины вообще-то могли бы распространяться по подписке, и человек мог бы за подписку как мы раньше выписывали журналы примерно, техник там или юный натуралист. И это бы дало возможность очень быстро менять внешний вид теоретически, то есть, возможно, проиграл бы по внешнему виду, по деталям проработки, по тактильности и так далее, но степень разнообразия могла бы быть просто, ну, чудовищной, то есть, можно менять было бы лица, не знаю, в процессе одного акта, если это зачем-то вдруг нужно даже. Но в обоих случаях он говорит, это его слова, я помню, меня просто осенило, что насколько гениально это сказанная вещь. Он говорит, я вообще не понимаю, зачем сейчас пытаются встроить искусственный интеллект в эти машины. Он говорит, вы что собираетесь добиться? Вы хотите симулировать все те же проблемы, которые у вас сейчас с реальными женщинами есть? То есть, вы хотите сделать ее механическую копию и повторить ее? Вы хотите, чтобы она вот из комитета по этике они говорят, а давайте она будет отказываться? Значит, давайте от нее нужно будет согласие. А если согласия нет, это будет считаться, ну, каким-то там техническим изнасилованием, типа. Типа в качестве воспитательные меры к мужчинам. Вопрос, нахрена это надо, собственно? Кому и зачем эта идея в голову пришла? Люди просто как бы, я это списываю на инерцию мышления. То есть, люди видят вокруг себя вот женщин, хоть они ими не очень довольны, но когда они начинают их копировать, когда они начинают делать какую-то женщину, от чего они отталкиваются в воображении? От тех женщин, которых они сами видели? От некого идеала, который они не могут достичь в реальности. Вот в том-то и дело, что удивительным образом, казалось бы, все границы сняты. Искусственный интеллект или там внешний вид может быть любым. Вопрос, зачем отталкиваться от модели реальной живой женщины? Потому что человек, понимаешь ли, как вид среднего, как бы, мы не берем всякие кучаи, которые тоже имеют право на жизнь, не будем их никак определять. Все-таки среднего мужчина, вот совсем среднего, его в плане секса тянет все-таки, конечно, женщину, а не на какого-то другого представителя животного мира в норме. А я сейчас не про животный мир говорю. Я же не просто так о виде процитировал. Я говорю не про животный мир. Вот, например, другой ракурс того же самого вопроса. Какое-то время назад смотрел какие-то психологические ликбез-фильмы про, значит, тоже женское освобождение психологии и какая-то лекторша, феминистка или что-то в этом духе, она, значит, предъявляла претензии к рекламе, что она негативно воздействует на девушек, особенно девочек, вот на подростков. И я помню, что одна из ее претензий была, говорит, посмотрите вот на обложку какой-то она там журнал показывает, говорит, смотрите, говорит, насколько она зашлифована, что у нее пластиковый вид и у нее на коже нет пор. Ее тезис был нереалистичный стандарт красоты. Вопрос. Когда женщина наносит на себя косметику или когда она наносит на себя фильтры в Инстаграме, что по сути одно и то же, в общем, да, с точки зрения результата, она на кого пытается быть похожей? Это вопрос. Есть идея? На некий навязанный системой абстрактный шаблон. Она пытается стать лучше, чем она является в реальности. Вопрос. Она равняется на кого? Я, собственно, все уже сказал по этому поводу практически. Женщина пытается... Есть такая майка популярная. Она как никогда стала близка к жизни. Есть такая майка «Все бабы как бабы, а я богиня». Богиня. Вот. На самом деле, когда женщины надевают на себя вещи, когда они там меняют свою фигуру, когда они фиксируют себе там волосы, не знаю, там глаза с помощью всяких оптических иллюзий, они пытаются спроецировать богинь, богинь в самом буквальном смысле этого слова, греческих богинь, ну или там римских. Вразрез. Я все-таки, во-первых, ну, там и глубокий, и яростный атеист, ну, вот в плане вот мифологии, конечно, я тут тебе не ровнее, ты гораздо больше знаешь. Но все-таки я биолог. И я могу сказать, что они копируют. Они копируют, это является самым таким сермяжным инстинктом сексуальной провокации, а у женщин дико сильный, явно возник ни вчера, ни две тысячи лет назад, а дай бог, если там довести, а то и больше. Вот. И они копируют некие стандарты, которые с их точки зрения, но и с точки зрения, с их точки зрения, с точки зрения мужчин, являются вот максимально достижимым уровнем сексуальной привлекательности на рынке. Вот что они копируют. То есть они копируют внешность молодой, но уже фертильной самки человека. То есть вот эта детская кожа, большие глаза, тонкая талия, большая грудь, вот то, что человеческие и мужские инстинкты считывают как наилучшие гены и наилучшую мать для детей. С точки, как сказать, науки тут все понятно, можно сюда вот от божественной не мешать. Детская кожа, большие глаза, значит, хорошо видят, там хищника просечет, убежит, тонкая талия, здоровая, нету жировых отложений, большая попа, то есть жировые отложения там, где надо, там, где они должны быть у женщин. Грудь хорошая, ребенка выкормит, там ноги длинные, рост высокий, далеко видят, там выше других голову над травой держат, то есть раньше льва заметят, убежит. Это все совершенно объясняется, совершенно этологически, эволюционно-биологически такими законами можно сюда божественные не тащить. Собственно, вот моя такая точка зрения. И, собственно, именно вот эти вот стандарты женщины и копируют. Ну, плюс еще в рамках общей схемы, как я люблю говорить, то, что им навязывается модой, потому что иногда они себя вот сейчас уродуют так, что тут не то, что их сексуально хочешь, а хочешь не развидеть, убежать, и вообще блевать тянет от того, что они над собой вытемаряются. Я тут хотел сказать, что тут я же не про религиозную разрез говорю, я могу те же самые признаки, всю биологию правильно перечислил, да, согласен, и то, что у Бейкера описано, у него есть глава отдельная про выбор партнера, причем раздельно партнера выбора женщины и мужчины, и мужчины и женщины. Все признаки описаны, они все известны, даже клатерапай этот рекламный, да, говорят, что что такое код красоты, код красоты это 0.7, отношение талии к бедрам, 0.7, все, это математика, но люди же, тем более древние люди не рассуждали в терминах там науки, этологии, вероятность ловить хищника, они рассуждали в других терминах, у них каждый такой идеал, он персонифицировался, да, некий образ, это был либо антропоморфный образ, либо какой-то образ там бывал животного, типа тотем, и так далее, и в рамках опять же греческо-римской мифологии, предположим, что у девушки, пусть будет девушка, да, больше там 16, меньше 20 лет, она пытается все правильно, то есть, можно назвать резервом провокации, в общем, привлечь максимальное к себе внимание, то есть, составить наилучшее себе впечатление. Но это не, это от возраста не зависит. Ну, да, но, так сказать, кого она, какой образ, грубо говоря, она на себя примеряет, какую роль она хочет сыграть, если она, если она цепляет мужчину именно внешними данными. Если опираться опять на архетипы, то тут выбор очень небольшой. Если она совсем молодая, то это речь идет про нимфу, опять снова вернулись к эху. Если она постарше, такая уже женщина, как бы сформировавшаяся, то это Афродита, как раз, которая фигурирует непосредственно в мифе про Пегмалиона. И, в принципе, есть еще там, есть, конечно, там архетипы, которые проявляются уже в зрелом возрасте и так далее, но, по сути, вот есть еще особый такой архетип, он как бы, как базовый его не использует, правильно понимать, как проститутку, Гитера — это гейша. Женщина, которая владеет искусствами, она умеет танцевать, она очень тонко чувствует мужское настроение, но при этом она не является его ни женой, ни какой родственницей и так далее. Это просто такая профессия. Они не просто так назывались «жрицы любви». Жрицы любви — это не проститутки. Проститутки — это те, кто на дно попали. Жрицы любви — это они при храмах жили, в том числе при храме Афродиты. И деньги, которые они получали, а это деньги, которые шли на храмовые цели. Это не деньги, которые шли на себя. Так вот, вопрос. Если женщина пытается, на самом деле, она может даже не понимать и даже не отдать себе в этом отчёт. И когда она пытается себе, так сказать, построить нижний вид, она опирается на архетипы, на самом деле. По сути, на два архетипа всего. Либо Афродита. Вопрос. Если мы собираемся симулировать идеал, зачем нам симулировать женщину, которая симулирует? Нужно симулировать, опять же, идеал. Симуляция женщины здесь является промежуточным лишним совершенно звеном. Это, я вижу, в этом фундаментальнейшую ошибку в разработке робототехники. Пока никто ничего особо не разрабатывал, пока что-то купил. Рил Дол показывает то, что у них есть. Мне, например, не нравится то, что они делают откровенно, потому что я считаю, они пытаются скопировать дорогую проститутку. Это неинтересно. Это, по-моему, человеческая фантазия, мужская фантазия, по-моему, могла бы лучше что-нибудь придумать. Мне не нравится ни их пропорции, ни как они их оформляют. У них как-то всё. Я, к сожалению, не смог найти цитату. Я клянусь, что я видел. По-моему, это был генеральный директор Рил Дол. И он сказал очень неприятную мне вещь. Он сказал, что... Он так как-то извинялся. У него, видимо, брали, наверное, враждебное интервью. Он говорил, что, типа, ну, мы вот не делаем еще одну ветку порноиндустрии. Мы хотим сделать компаньона для людей, у которых с этим проблемы и помочь им решить себе проблемы психологические. Поэтому он сказал, говорит, мы вообще-то обладаем технологиями, мы можем скопировать человека так, что он будет лучше, чем сам человек, в принципе. Но он сказал, мы этого не делаем. Мы сохраняем некую разницу, вот эту вот самую энканиваль, типа, мы ее не преодолеваем. И он сказал, что мы это делаем умышленно. Может быть, врет. Я не знаю. Чтобы кукла, грубо говоря, была видна, что это кукла. То есть он говорит, мы принципиально не делаем кукол, чтобы они были вот такие же или лучше, чем живой человек. Меня это очень расстроило, потому что я подумал, что, возможно, этот бизнес стоит все-таки под контролем и какой-то негласный. То есть это явно неофициальный кукол. Но кто-то их, видимо, уже взял, так сказать, в оборот и им выставили некую, ну, скажем, планку, которую они не имеют права перепрыгивать. Поэтому я допускаю, что технологии у них, на самом деле, гораздо больше сейчас уже есть, чем они их показывают. Может быть, будут постепенно сливать. Может, им вообще запретят некий порог переходить. Просто запретят. На негласном уровне, конечно, без всяких феминистских химитетов. Ну, ты знаешь, я это тоже слышал. Меня точно так же это вот резануло по ушам. И у меня точно так же это вызвало отторжение, потому что я почувствовал, что мужик врет, меня обманывают. Я помню, что он сказал, что если кукла будет вообще полностью копировать живую женщину, ну, речь еще шла о куклах, то у людей будет возникать впечатление, что они сношаются с трупами. А это, типа, недопустимо, поэтому нужно оставить некие ножницы именно вот с этой целью. По мне это прозвучало как ложь, бред, и как то, что из меня или из мужчин делают идиота. Возможно, их сейчас еще эти феминистические лобби держат под контролем, но я повторяю, что прибыли от этой индустрии, если она будет развиваться, настолько многообещающие, что прибыли от таких кукол, они будут сравнимы, если не будут превосходить прибыли, которые, собственно, финансовые элиты получают через феминизм. Вот что интересно. И причем, собственно, это будет идти из одних и тех же центров, и я не знаю, как там правая рука будет воевать с левой. Собственно, феминизм-то, это же тоже коммерческий проект, понимаешь, вот это гнобление мужчин, изъятие у них всех прав, и все бесчисленные проблемы с этим связаны, это же тоже чисто коммерческий проект, это бизнес, ничего личного. И Аарон Руссо, покойный там, в своем интервью про это четко говорит. Женщин загнать на производство, вложить налогом, платить в два раза меньше на семью, потому что работают двое, а не один, то есть в два раза больше труда. За те же деньги детям промывать мозги, плюс женщины это идеальный избиратель, идеальный манипулятор, идеальный манипулируемый, идеальный мент, который вот, в отличие от нашей милиции, сидит в каждом кусте, то есть в каждой семье, не знающий совести, стыда, жалости и страха. Об этом четко связано, вот на этом стоит феминизм. Но прибыли от этих кукол обещают, собственно, быть сравнимы, если не прибышать прибыли, вот гнобление мужчин через защиту прав якобы женщин. Вот что интересно, какой там клэш, какой там будет вообще на этих уровнях. Но сейчас, да, сейчас пока это все еще, в принципе, можно сказать, на состоянии зародыша, может быть, зародыша уже там несколько развитого, но тем не менее зародыша. Это тебе не такси автоматическое, не электромобили, которые хоть сейчас отпускай. Это все-таки, я говорю, там еще долго работать придется. Чтобы эта женщина начала напоминать что-то такое, возбуждающее большинство мужчин. Я не знаю, на что ориентироваться, но может быть действительно, ты прав, мне вот эти куклы, которые я видел, даже если по ней ожили, они не вызывали бы у меня ни малейшего желания рассматривать их как женщину. Я вижу агрессивную, злобную рожу, тупой проститут. Все, что я вижу. У меня идет отторжение абсолютно. Я не хочу, когда я вижу таких же людей с такими же чертами лица, женщин, и я их довольно много видел, даже по знакомству на меня выходили, у меня полное отторжение, и там еще по голосу, я не хочу с ними вообще общаться, я не хочу с ним приближаться физически. Такое впечатление у меня вызывают лица этих кукол. Кстати, японские, там вот молоденькие, там скорее нимфы, а по твоей классификации. Ну вот что ты думаешь насчет столкновения этих финансовых интересов? Потому что прибыли, это индустрия, солид, гигантские, потому что, ну действительно, 95, да уже 99% мужчин от любого секса отрезаны сейчас, и по крайней мере с красивыми женщинами. Ну вот как этот парень-то из Германии, вот типичный классический пример. Инвесент есть, потребность есть, спрос гигантский, люди будут готовы пахать, брать кредиты. Ну, у Пелевина это все, в общем, прекрасно описано. Собственно, тема-то рожевана, повести сна полностью логически завершена. Будет интересно, чья возьмет, когда это все, мне не кажется, что это вот удастся так вот закрыть, запретить, не пущать и репрессировать. Такой рынок сбыта. Мне кажется, это невозможно. Прогресс возьмет свое. Трудно быть футуристом, я так скажу. Мне кажется, что они будут по чуть-чуть спускать, как любые технологии. То есть всегда будет некий дельта, который будет заставлять, например, после покупки одной какой-то модели, неважно, подвижной или неподвижной, через какое-то время будет некий апгрейд, какое-то качественное улучшение, которое на самом деле давно уже готово, но они будут ее выпускать. И люди будут вынуждены продать старую, или избавиться от нее, или заапгрейд, или купить новую. Как с компьютерами, со смартфонами. Скорее всего, модель будет похожа. То есть никогда не давать человеку окончательно успокоиться, чтобы он сказал, все, моя проблема решена, все мои запросы удовлетворены, я хочу остаться как есть. Я думаю, до такого состояния просто не дадут, потому что, значит, вся коммерческая часть загнется. Как они будут регулировать вот это взаимодействие с женским полом, я, честно, не представляю. Не знаю. Возможно тем, что выставит лимит на внешний вид, то есть некий порог качества, скажут, что должно быть видно, что это именно робот. Должно быть видно. Если это не видно, значит, это противозаконно. Могут даже какую-нибудь теоретическую подвести эту статью. А тогда прибыли не будет. Не будет прибыли. Понимаешь, вот я бы купил, допустим, и спрягся в это дело, ну, теоретически, если бы у меня было нечто подобное, описанное вот Пелевиным в повести «Этот снаб». Кто не читал, простите, реально хорошая вещь. То есть андроид по внешности, по интеллекту, по сексуальных качествах значительно превосходящий среднюю женщину. То есть некий абстракт, действительно некий абстрактный идеал, еще при этом, который можно выключить в любой момент. Вот. Тогда да, а всякие полуфабрикаты, кстати, у Пелевина это тоже описано, ты читал, а там «Айфак-10», как поиск называл, «Айфак-10», что ли, не читал. Еще нет, но наслышан, да. Слушай, по-моему, после Пелевина уже и говорить-то не о чем. Мы тут что-то обсуждаем, а там уже все это давно, несколько лет назад написано, разжевано и доведено до логического абсурда. Мне кажется, просто большинство мужчин не будут это покупать, потому что вот все, что есть на данный момент, я могу воспринимать только как прикол, как некий юмор, как некие события, которые делают окружающий мир интересным, как тема для обсуждения. Возможно, как зародыши чего-то нового, которое будет неизвестно когда. Меня как мужчину вот эти вот суррогаты, как ты говоришь, там чуть-чуть пускать, гайки откручивать по чуть-чуть, меня это не интересует. Я не пойду покупать такую женщину. То есть это будет невыгодно. И мне кажется, что я вот очень усредненный по всем параметрам человека, большинство мужчин тоже не пойдут. Силиконовая вот эта кукла, пусть она будет как-то разговаривать как система GPS с водителем, которую можно шлепать по заднице и шлепок там похож на какого-то живого человека. Она что-то никак, не какит вот совсем. То есть лучше вздращивать на порнуху или все-таки продолжать с кем-то знакомиться, понимаешь? Вот, так что я боюсь тут никаких прибыли вообще не нужно. Какие-то будут, но это вообще-то и вовчинкой не стоит выделывать. Всем придется, к чему я это все веду, тут вот такая тонкая в полном смысле интимная сфера этим финансовым элитам и производителям. Либо придется действительно это все душить, что я повторяю, противоречит логике законам природы и законам экономики. Либо сразу выбрасывать на рынок уже качественный продукт. Понимаешь, когда вот, например, автомобили изобретали, никто не продавал автомобиль без двигателя внутреннего сгорания. Знаете, ребят, мы вам в следующей версии мотор поставим, а вы пока так это толкаете, толкаете, знаете? Или, а, еще там два колеса будут волочь заднюю часть кузова по асфальту, там, почем там тогда было, по дороге асфальта еще не было, наверное, по мостовой. Ребят, вы подождите, мы вам год через три четвертое колесо подвесим, там, еще через 10 лет пятая, потом педали туда прикрутим, велосипедный механизм, потом двигатель. Все изобретено, но вы пока подождите. Ну, не будут как бы нормальные люди на это вестись. Вот мне вот твоя аналогия вот больше близка вот сюда вот. То есть, или давайте нормальную самоходную повозку с бензиновым двигателем, или идите вы нафиг со своими суррогатами. Уцеплюсь за пелевины, это хорошая тема. Смотри, первый момент, не тайно все знают, что качественно исполняющая роль или там архетип, играющая воплощение архетипа Афродита или нимфы, женщины, большая редкость. Большая редкость. То есть, кому из нас повезло на таких наткнуться, ну, нам повезло. Кому не повезло, это, наверное, большинство людей, ну, вот. Слушай, извини меня ради Бога сказать, а вот ты можешь объяснить мне и, наверное, зрителям, если тут будет кусок упадет, им тоже интересно, хоть в двух словах, какие качественные характеристики, такие базовые определяющие архетипов нимфы и Афродиты. Я что-то никогда, я так глубоко или высоко не поднимался, я все проще, я говорю, я биолог, практик, в чем как бы этот архетип заключается? Системные определяющие. Сейчас попробую вспомнить тезисы из собственной статьи, давно это было написано, это некое олицетворение, антропоморфное олицетворение стороны чувственной любви, то есть туда входит с одной стороны сексуально-эротическая часть, с другой стороны то, что мы называем, наверное, влюбленностью. Вот эти вот две вещи в сочетании вместе, возведенные до некого божественного идеала, вот это Афродита. Она обладает рядом свойств особенно, да, она, ну, скорее речь идет о краткосрочных связях, да, то есть это не архетип, к которому свойственен союз на всю жизнь. Для этого другие архетипы есть. И вообще по мифологии Афродита замужняя женщина, да, у нее бесчетное число любовников, там, у нее дети на стороне, я не помню, были у нее дети, которых она лично произвела в одиночку, наверное, тоже были, там, у многих были такие персонажи. Из этого автоматически следует, что, ну, как бы, она никому не принадлежит полностью. Она, это, ну, это некое свойство вселенной, да, персона или персонаж, там, не знаю, как это назвать, который нельзя обладать. К обычному человеку нельзя применить слово, там, мой или моя, нельзя на самом деле. К ней этого вообще нельзя применять, от слова совсем. Есть такая, может, грубоватая шутка, есть такая дилемма, на форумах она дозвучивается, говорит, лучше есть торт вместе, чем дерьмо в одиночку. Вот это случай, когда торт вместе. Одно из ее побочных свойств, что, ну, вот она не будет лично принадлежать ни, там, самому человеку и никому. Она даже, собственно, мужу не принадлежит. Она, вот, ну, ничья. Вот эта энергия в ней, которая бьет, она, ну, это лидирующая энергия. Все остальное подчиненное. Что это на практике выражается? Это в очень хорошем, высоком смысле это любовница, да? Я под любовницей не имею в виду та, которая обязательно именно в какой-то внебрачной связи участвует. Любовница – это живая женщина, которая очень хорошо воплощает себе вот эти два аспекта. То есть, во-первых, сексуально-наротический аспект, то есть она, у нее это развито, у нее сильно, то есть это никаких проблем с оргазмами любого, это абсолютно. То есть она сама заинтересована, никаких денег никогда, это ее просто оскорбит. Это оскорбительно для Афродиты, что-то продавать за деньги – это, фу, это… За такие вещи она наказывала жестко, очень. В то же время Афродита, у нее есть темная сторона, темная сторона – это крайне ревнивая и мстительная женщина. Она-то никому не принадлежит, но отомстить за то, что у ее друга связь с кем-то другим, она может, и еще как. То есть это очень-очень серьезно. – Подумай, какая неприятная, мерзкая, недемократичная вещь. – В демократии там речь не идет. Это, как я понимаю, это, ну, вот такое мифологическое, персонифицированное в антропоморфном существе, ну, стихия. Одна из стихий, которые вот у мужчин и у женщин она есть. Мы знаем, как она проявлена, да, как она проявляется в жизни обычно. В реальной жизни Афродита – это кто? Это либо короткий период перед браком и начало самое брака. Либо когда она уже далеко в браке, но она, женщина в браке, уходит на сторону и на стороне вот этот свой архетип Афродиты реализует. То есть, как бы, мужу достается, так сказать, гера, а кому-то мимо проходящему Афродита. Ну, вот так устроено. Можно расстраиваться, что такая система. Муж не обязательно присутствует, это частный случай. Просто для нее муж – это не вопрос. Есть муж, она его обойдет. Нет, ну, меньше препятствий для обхода. Все. В этом смысле нимфы – это как бы такое, ну, младшее, что ли, Афродита, да, она как бы еще не развитая, но это божественное создание в образе там девочки, скажем так, подросткового или уже пубертатного возраста там никогда не было всяких незрелых. То есть, нимфы – это те, за кем бегают рогатые эти сатиры и так далее, и с ними вполне хорошо живут и даже влюбляются. То есть, они участвуют вполне. Это божественные сущности младшего порядка. Они, может быть, не настолько сильно проявлены там, они способны на длительные влюбленности. Они очень сильно страдают, когда у них разрываются романтические союзы. Собственно, Эха, она пострадала в том числе от нарцисса. И там Афродита, между прочим, была задействована. Афродита – очень непростой персонаж. Например, вот единственная женщина, которая с арканавтами плавала, просто за то, что, когда она вышла замуж, а Афродита помогла ей выйти замуж косвенно, просто за то, что они легли на ложе, не принеся жертву благодарственную, она превратила их обоих во львов. И они вот ее колесницу таскают. Это очень непростой персонаж. То есть, он требует уважения к себе. И я сам отвлекся на этот на момент. Я хотел просто именно про СНАФ конкретно сказать. Чем СНАФ так цепляет, в том числе, я считаю, что это одно из лучших произведений Пелевина. И очень сложное, непростое, тяжелое. Вот эта вот аналогия, которую он там проводит, что человек – это и есть такой очень-очень сложный сексуальный робот до некоторой степени. А робот – это такой версия человека. Причем он лучше себя знает, чем мы себя знаем, к сожалению. С другой стороны, да, она дает ему вот этот вот образ там нимфы или афродиты в практическом применении. То есть, она ему дает сексуально-эротические наслаждения во всех их проявлениях, каких только способны дать. Да. С другой стороны, он сам там признается неоднократно, но нигде не описывает, зачем. У нее есть вот это вот сложное эмоциональное поведение, которое делает ее собственной личностью. Причем не просто личностью, а личностью крайне-крайне сложной в общении. Он у нее там настройка сущности выставляет всегда на максимум. Да. Противоречит этим инструкции. Вопрос, зачем он это делает? И зачем, я, кстати, уверен, что действительно многие мужчины за ним это повторят, когда у них такая возможность появится. Вопрос, зачем? Я попытаюсь дать ответ. Прошу не смеяться. Веллер в своей книжке «Всего жизни» очень хорошо это описывает, это свойство человеческой психики. Дорота об этом говорит, но проще. Плохо, когда мечта не сбывается, но еще хуже, когда она сбывается. У человека, к сожалению, есть такая черта, и может быть, это даже двигатель цивилизации, что ему вечно всегда всего мало. Все приедается, все, даже самое хорошее, очень быстро надоедает. И какая бы супер-мега-идеальная женщина в сексе не была, если она не дает совершенно новые ощущения постоянно, а это трудно представить, то есть даже сексуальное разнообразие от одного человека или даже от робота, оно все равно имеет свои рамки. И когда весь спектр ощущений, наслаждений, ассортимент всего, что может предложить данная фигура, будь она жива или не жива, исчерпан, она надоедает, хочется чего-то еще. Вполне соответствует человеческой психике, то, что герой Пелевина, этот супер-сверх навороченный, как физически, так и психологически, этот секс-робот, он ему надоел. И то же самое в принципе происходит и с живыми людьми, поэтому вообще человек, для человека естественно режим серийной моногамии, защитный механизм природы. Тут еще до кучи, чтобы не было генетического единообразия потомства, чтобы тасовались все, понимаешь, буферы для выживаемости вида, это уже с точки зрения биологии. Поэтому он выставляет все, что можно, он там выставляет как можно больше вариабельность, чтобы она вела себя максимально сервозно, максимально непредсказуемо. Это совершенно нормально, это то, к чему приходят мужчины, которые находят свой идеал женщины. Вот меня, ну как активиста мужского движения или там эггалитарного, не суть важна, который постоянно ведет живое общение интерактивное в переписке, в прямых трансляциях, меня особенно молодежь спрашивает, а вот как, что будет, если найти действительно там дико красавицу или несколько, или как себя ощущают вот эти вот мега бабники, что там с ними происходит. Я им говорю, не завидуйте, ребята, то, что у вас этого нет, если бы у вас это было, и вы бы трахали вот из всяких там модельных красавиц как с пулемета каждый день, сколько здоровья позволяет, счастье бы вам это в долгосрочном перспективе бы все равно не принесло. Все это надоест, приестся, это станет обыденностью и потянет на что-то еще. Замечательный пример, ненавидимый, искренне от всей души ненавидимая мной группа Битлз, причем за это меня тоже всех лещут, но я продолжаю оставаться самим собой. Вот они это демонстрируют, потому что они приблизились к этому идеалу, о котором мешает любой сперматоксикозный представитель молодежи и не только, они трахали баб по потребности, особенно это ярко проявилось у Джона Леннона. По прошествии нескольких лет такой жизни его уже обычный секс с обычной красивой девушкой на пике сексуальной привлекательности, а выбор у них был, поклонницы в истерию впадали, его обычный секс просто перестал устраивать, его потянуло на вот это плюс еще что-то по нормальным законам действия человеческой психики, энергоизбыточности. И он нашел себе монстра, он нашел себе это Йо Куона, вот это еще надо было поискать, это исчадия ада, она была страшна, она была совершенно сумасшедшая, она курила, бухала, жрала наркотики, как лошадь. У нее был ребенок, она была РСП, просто это был конгломерат всех пороков и недостатков, которые только могут быть у человека и у женщины. И вот это чудовище, это из глубина, оно его возбуждало. Вот к чему приходит человек, у которого очень много секса с идеальными женщинами. Вот ответы, вот, собственно, теми же словами то же самое нам рассказал Пелевин. Мое сугубо частное мнение на эту тему. Ну, тут опять же только частное мнение на частное мнение. Отлично. Как все иначе. Люди, которые, как бы сказать, в себе мало разбирались, мало себя копали, любым способом, где речь даже, ну, то есть о любом серьезном внутреннем каком-то, пусть даже не Росте, Росте, может быть, грубо здесь сказано, слишком высоко, но, как бы, человек должен сам себя в какой-то момент познать, да, то, что в Матрице написано, теми относится. Познай себя. Я боюсь, таких познавших у нас мизерные тоже проценты, которые даже об этом задумывались об этом. Тем не менее, просто смысл сводится к чему? Например, подросток хотя бы может начать с того там, что признать, что да, у меня есть сексуальное стремление и дальше попытаться, ну, хотя бы начать с этого, сказать, да, оно темное, мрачное, я его стесняюсь, я его боюсь. Потом, например, со временем, путем каких-то переживаний или манипуляций или приключений, можно вытаскивать его на светлую сторону, сказать, что я, да, я этого хочу, мне этого хочется, у меня это есть, и это хорошо. Вообще-то, это великая там энергия, просто нужно ей уметь управлять, как и все наступники. Главное, что это нормально, как бы это. Да. Здоровая часть функционирования человеческой психики и психологического организма. Вообще говоря, это то, что не всем дано. Если у человека такой есть, это вообще-то нужно радоваться. И это прекрасный период. Я, у меня, например, лично эта энергия проснулась около 12 лет. И все, что было между 12 годами и первым сексом, это чудовищно, честно говоря. И это одна из ниш, которую я вот считаю, что ее мог бы закрыть хороший робот-нимфа. Именно нимфа, никто не будет друг. Это да. Но это, понимаешь, с этими роботами тут очень много чего можно обсудить. Просто я тут как бы, я еще в мыслях, что мы с тобой говорим о том, кого он должен копировать. Насколько это возможно технически раз, тут мы не обсудили, силы, которые будут этому противодействовать, это два. Тоже вопрос интересный. По идее, я говорю, левая рука не должна воевать против правой. В каком направлении вот это развитие этой робототехники должно двигаться, это уже вопрос стоит. Но совершенно точно не в том, в котором оно пошло сейчас. Хотя бы в плане, да. Это важный момент, да. Вот, между прочим, завершая тему Пелевина. Это, опять же, мое частное мнение. И у Пелевина эта линия проскакивает в разных произведениях. Вот, например, про вампиров. Как раз персонажа зовут Гера. И мне это очень много говорит. Я понимаю, почему это признаешь, зовут Гера. Потому что если поведение прочитать, что там девушка, как она себя ведет, то понятно, что это Гера и есть. Даже если бы не звали Гера, я бы все равно про себя назвал Герой. Я бы тут же отнес по простым признакам, что вон, это Гера. За что ей голову отрезали. Она добровольцем вызвалась, насколько я помню. Нет, она... Это Гера. Она за царство отдаст все, что угодно, в том числе, собственное тело. Это разница с Афродитой. Увы. Она хотела положения. Она свое положение заработала, получила. Так вот, мое мнение, что Герой Пелевина в Снафе и те, кто уподавляется ему. Кстати, про Битлз. Я недостаточно хорошо знаю, кто они были в личной жизни. Мое подозрение, что, судя по тому, вот этот огромный поток быстрых случайных связей, которая никакая из них не связана была с эмоциями, с какими-то реальными эмоциями серьезными. Фактически, это постулирует собой крайнее пренебрежение сферы Афродиты. И Афродита просто обязана была отомстить за это. Ну, просто обязана. Это должно было бэкфайр. И этот бэкфайр, судя по всему, состоялся. Потому что не эта сфера Афродиты, не новая девушка каждый день, которую ты не помнишь, как зовут, не эта. Она другим занималась. Многие путают, к сожалению. И Битлз попались, видимо, туда же. Могли вообще потерять способность связываться с женщинами. Их могло бы переключить. Ну, я не знаю. Там просто психика бывает разная. Меня про них почему-то спрашивают. Я когда-то ляпнул, что я их ненавижу. С тех пор народу это как-то зашло, потому что все их любят почему-то. Я не знаю почему. Я тоже не знаю почему. И даже музыка у меня какие-то сомнения вызывает. Ну, есть несколько фильм там, но их, на мой взгляд, мало. Что-то там, видимо, такое девочковое, чего я просто не понимаю на свой слух. Ну, с них вообще перлась вся творческая интеллигенция, вся интеллектуальная, так называемая, дозволенная тогда к функционированию элита в 60-е, 70-е годы. И мне промывали мозги этими Битлз не меньше, чем коммунистической пропагандой. Я не знаю, знаешь ли ты, что такое промывка мозгов коммунистической пропагандой через радио и два телеканала или четыре. Но это было страшно. Это было страшно. И через все подцензурные книги и через те же каналы мне промывали какие замечательные эти Битлз или подпольных. Разговариваешь с людьми там, ну, уже не моего поколения, а чуть пораньше, я 66-го года, они в 60-е были знаменитые. Вот, все с ума сошли от этих Битлз. Понимаешь, о вкусах не спорят. Тем более, из музыки вообще мне нравится один процент. Что из нашей, что из западной, что из классической, что из популярной, то есть нормальная. Все имеют право на жизнь, и если мне это не нравится, это не значит, что оно плохое. Я не специалист, не критик. Я это слушаю для удовольствия, чтобы отдохнуть. Вот. Но мне просто, понимаешь, мне так затрахали мозг этими Битлз, что у меня просто возникло здоровое как бы сопротивление материала. Ну, может, я где-то не прав. Я не претендую. Но если я их не люблю, то отторжение, дорвоты ненавижу из-за всего этого. Это раз. И во-вторых, я не считаю, что это вообще была музыка. Мне это больше напоминает по звучанию отпиливания мне головы лучковой пилой. Ну, и я почитал в Википедии, как они там, в общем, себя вели. Это тоже как бы уважение не вызывает. Ну, там у них Леннон этот был, которого грохнул, это маньяк. Он их предавал, продавал, разваливал группу не раз совместно с этой бабой своей. Но у него была наиболее неустойчивая психика. В детстве он был такой, ну, типа альфач, постоянно нарушал, привлекался, пробовал наркотики, дрался. Он был социальный элемент, по-видимому, с какой-то тоже, может быть, шизофрении с детства, которая потом развивалась. И у него от всего этого крыша съехала окончательно. В остальных была более крепкая психика. Я вот знаю этот, второй из них, Пол Маккартни, он до сих пор живой, вроде несколько раз женат. Он вел жизнь более адекватного человека, хотя вырос в тех же самых условиях. Это еще зависит от личности человека, от его задачи. Про остальных двух там не знаю. Сто лет в обед бы вообще и название этого не знал уже, не говоря подробно. Просто пришлось ознакомиться. Ну, в чем плюс с точки зрения нашей темы Битлз, я считаю, что вот когда говорят, что это малый, и малый спрос, и скорее всего мало будет клиентов женщин, вернее так, мало-мало будет роботов мужчин, скажем так, и, соответственно, мало будет клиентов женщин. Возможно, клоны Битлз будет как раз одна из популярных моделей. Пусть будет. Жалко, что ли? Пусть будет личный свой Маккартни. Ну да. Ринго Стар. Более того, это следующий шаг, логичный, что он вообще-то мог бы, это не является чем-то невероятным, абсолютно мог бы он играть на гитаре, на настоящей гитаре. Ну, заоборот. Вполне. Ну, со временем. Может, не сразу, через какое-то разумное время. Он исполнит что-нибудь, девушка скажет ему, выйди из шкафа, наиграй мне что-нибудь из своего раннего. Он сядет и наиграет, и, может быть, даже со временем скажет, она ему скажет, дай какую-нибудь импровизацию в стихах сделай, прямо сейчас. Он, может быть, сделает импровизацию, сыграет ее, и потом ее уложит в постель. А может, и не уложит, потому что она скажет, это было и так достаточно эротично, мне хватило. Кстати, вот, знаешь, тут еще один интересный вопрос, которые будут спросом пользоваться, удовлетворять сексуальные потребности, ну, и эмоциональные, я так понимаю, параллельно, потому что одно без другого невозможно. Ну, то есть у мужчин возможно, у женщин, наверное, у некоторых. У женщин точно нет. Вот эти роботы у разных полов, потому что это вообще речь идет в двух совершенно разных сферах. Ведь для мужчины, поприлейно, сделай идеальной красоты женщину со всем функционалом, чтобы разговаривала, ходила, двигалась, на ощупь была как женщина, во всяких интимных местах была как женщина, сексом занималась, может быть, лучше, чем женщина. Все, мужику нормально. То есть женщине не нужно имитировать ранг, не нужно имитировать статус, не нужно имитировать, как мужчине, там, режим лоха для бытовой проституции либо какого-то, это уже фача пресловутого уже. Слово неплохое, но замены еще нет в русском языке. У мужчины требований к этому роботу меньше, и они, по-видимому, более-менее выполнимы, по крайней мере, под горизонт виден. Чтобы женщина же возбуждается, то есть мужчине нужна физиология, генетика, пусть даже имитация генетики, сделала ему красивую тёлку, она ему нормально, он с ней не строит, не выстраивает какие-то социальные отношения, как правило, ему не важны её ранг, ему не важен её статус, она не должна ему деньги. Ему главное, чтобы она ему давала по потребности и мозг не выедала, а если еще и будет по хозяйству чего-то там крутиться, то вообще для 99% мужчин это предел мечтаний, ну, временно, по крайней мере. Уже более там высокий уровень рассмотрения этой темы, что они будут надоедать, ну, так что мешает, грубо говоря, либо её апгрейдить, либо менять чего-то, либо несколько завести, либо там уже перейти на вот эти всякие уже, сказать, не полностью женщин. Кстати, у Пелевина это тоже описано, помнишь, там был богатый какой-то дядька, у которого все роботы, напоминающие карликов, уродцев, монстров, в нескольких точках его имени. Вот, так что это все уже тоже сказано. С мужчинами проще, по-любому будет проще. А женщины же, понимаешь, для женщины сама физическая часть, она на десятом месте, если вот по-честному, для средней женщины. Ну, как не крутись, может быть, кто-то скажет, что я ошибаюсь, ей важна эмоциональная, не только эмоциональная, еще ранговая, с этих рангов, куда не деться. Ей она смотрит либо на вот этот обезьяний ранг, который этот мужчина бы там занимал или занимает сейчас где-то, либо на статус. Второй тогда влюбляется, да, как вот эти разработчики роботов будут понимать, что это же поведение, а это психология, и это очень тонкие какие-то моменты. Как это сделать на механике, и как это воплотить в поведение, я слабо представляю. Наверное, можно, но сложно. По крайней мере, выше моего понимания. Но я вообще в айтишных технологиях человек совершенно невежественный, может, это и не так трудно, как тебя понимают. Тут уже не как бы не техника, не материальная, тут уже психология. Второй вариант, женщина ищет богатого мужика, это называется режим бытовой проституты. Правда, в головах у обывателя это всегда все перемешано от этого капуста. Я эти два режима разделяю радикально. То есть, женщина может любить мужчину и брать у него деньги, если он богат, это да, но женщина никогда не будет любить мужчину, если она только ради денег с ним. Что они, как они будут имитировать режим этого робота, он будет ходить на работу и зарплату, что ли, ей приносить? Вот это я не очень понял. И она ему давать секс за деньги, по-моему, это вариант исключен. Вот что ты думаешь на эту тему? Ну, смотри, я на самом деле думаю, что эта проблема зеркальная, мужское проблему. Опять же, если брать то, что мы говорили про Пелевина, это первый вариант. То есть, понятно, что когда мы симулируем женщину робота и когда мы симулируем мужчину робота, они должны симулировать, это понятно, разные архетипы. Они должны разные роли играть, соответственно. Вопрос, какие архетипы они должны играть? Как я понимаю, может, я слишком примитивно об этом думаю, но как я понимаю, если бы мы берем некого человека, который, скажем так, мужчину сейчас, да, себе молодой человек, возьмем, скажем так, 18 лет ему, допустим, у него, грубо говоря, собственные душевные способности и мужские, и женские, очень сильно развиты. Он, ну, грубо говоря, гармоничная психическая личность. То есть, ему не нужен никакой протез в виде второго человека, чтобы свои вот эти чувственные вещи реализовать. То есть, у нас, к сожалению, у нас мужчина в основном вырастает как бы с обрубленной вот этой вот чувственной частью. Эмоциональной, она как бы, ну, выключена, задавлена, отрублена, престижена и так далее. Она отсутствует. В большинстве семей как бы он эту роль возлагает явным или неявным образом на женщину. Женщина как бы живет за него вот эту вот чувственную часть. Соответственно, женщина на него возлагает свои мужские тоже обрубленные части, принятие решений, принятие ответственности и так далее. Ну, а как же они иначе будут финансовым элитам, я извиняюсь, прямой приносить? Да, но мы в обоих этих случаях имеем, грубо говоря, двух уродов, вообще-то говоря, ну, как я понимаю. Два урода, которые друг друга дополняют. Грубо говоря, у одного правая нога, у другого левая нога, они вместе вот ремнем их связывают, да, и вот они могут как-то там ковылять. Если, как я понимаю... Причем усугублено, что один урод считает себя недочеловеком, а другой урод считает себя сверхчеловеком. Это может прыгать, например, там, между разными ролями, даже в одной семье в разных областях. Один считает, что ты, не знаю, детьми не умеешь заниматься, другой говорит, а ты техники ничего не понимаешь. Это может быть нормально. Но, мое убеждение, может, я, конечно, слишком плоско на это смотрю. Если человек развит достаточно, и вот он так получилось, что он, ну, гармонично развит, у него, грубо говоря, нет больших непроработанных проблем или травм. Да вообще говоря, нимфы ему должно быть достаточно вот по самое некуда. То есть все. У него все его эмоциональные нужды, он найдет, где их закрыть и как их закрыть. Он просто сам себе достаточный человек и, между прочим, такая самодостаточность, как правило, привлекает к тебе кого-то. Да. Такие люди привлекательны, они магнитом, потому что они могут дополнить, другому человеку любую недостающую в нем часть. Человеку недостает логики, он дополнит логику. Человеку недостает чувственности, он дополнит чувственность. Он все дополнит, потому что у него все есть. И ему достаточно нимфы, причем, мое мнение, это нимфы вообще, вот это говоря про технологии, должна быть абсолютно минималистичная. Вот нимф версия 1, мое мнение, это должна быть сделана, грубо говоря, лежачая подвижная кукла, работающая в темноте или почти полной темноте, в сумраке. То есть от нее нужно минимальные внешние цветовые, вот эти все там прически, а в нее должно быть отсутствие косметики, то есть это должна быть реально симуляция нимфы. Она должна уметь двигаться, то есть это некая аниматроника, то есть она теперь должна пальцем тыкать же в бок, она поворачивается, она должна подыгрывать так, как подыгрывал бы человек в этом смысле. У нее должно быть, это я считаю очень важно, у нее должно быть симуляция дыхания, именно вот грудной клетки, то есть должны быть механические ребра и дыхание должно меняться, потому что в разных режимах дыхание должно, это обратная связь, которую мужчина должен чувствовать. Между прочим, такой робот мог быть учителем, преподавателем сексуальных там, наук, искусств, назовите, как хотите. Сейчас у нас такого нет, да, в каких-то там древних племенах Полинезии, там до сих пор это есть мальчиков, вводят в мир сексуальной культуры, вводят взрослые женщины, которые специально этим занимаются. Поэтому они достигают больших высот в этом конкретном деле. Они, может, не умеют считать там до десяти, но в этом деле они большие профессионалы. Эту функцию мог бы взять на себя обучающий механизм. И человек, у которого нет эмоциональных проблем, этого было бы до ста точно. А дальше мы переходим снова к Пелеину. А что у нас будет с человеком, которому этого недостаточно? Он говорит, может быть, я хочу там привлекательную девушку и так далее. Ему говорят, на. И дают ему нимфу. Он с ней какое-то время общается, она ему надоедает, и когда его спрашивают, что же тебе нужно-то, он скорее всего скажет, ну вот как-то эмоций мало, может даже при каком-то напоре и анализе он скажет, ну а как же она вот не скандалит и не капризничает, что-то тут ненатурально. Вопрос, что ему на самом деле нужно? Он ведь хочет не секса при этом. Он на самом деле, у него есть эмоциональные проблемы, которые должен был бы, например, решить какой-то специалист, или он сам, он должен был бы их вылечить. Либо можно дать ему некие, подключить его к некой розетке, и он сможет питаться, грубо говоря, неким наркотиком, который кто-то ему должен давать. Робот должен стать таким источником удовлетворяющего некого вещества. Просто это вещество такое, ну не материальное, но тем не менее вещество. Ему нужна не нимфа и не афродита. Ему нужна гера. Ему нужен кто-то, кто будет ему выносить мозг. И раз ему такая потребность есть, на самом деле это означает, что у него просто есть большие нерешенные проблемы. По-моему, человек, который изображен в Снафе, Пелевина, человек с сильными эмоциональными проблемами. То есть ему нужна бы длительная, серьезная терапия. Если бы он эту терапию прошел, возможно, он вообще от этой куклы отказался. Она просто не нужна бы ему стала. Сказал бы, ну, ей это не нужно и не интересно. Она нужна ему была, причем она ему нужна была даже больше, чем эротический объект. Прикол в том, что симулировать плохо относящуюся к вам женщину, для этого не нужно робота делать. Для этого опять достаточно консервной банки в формате пивной банки, как Amazon Echo. Ее достаточно, потому что она может вам пилить и строгать вам нервы там и капать на мозг. Делать это с помощью громкоговорителя. Для этого не нужно ни робот, ни аниматроника. Для этого вообще ничего не нужно. И то же самое касается всех остальных архетипов. Например, я склонен внутри себя относить психотерапевта к персифоне. Психотерапия, по-моему, просто просится быть вмонтированной вот опять же в эту пивную банку. Рано или поздно, я думаю, это будет сделано. Это персифона. И это могла бы быть реальная замена реальному живому психологу. Я почти уверен, что даже сейчас технологии для этого достаточно есть. Просто они вот либо слабо развиваются, либо может их даже сдерживать. Такой прибор для саморазвития и самоизлечения, он мог бы буквально умещаться в сумку. В ту же сумку, какой вы там с собой обед носите на работу. Но робот для этого не нужен. Робот нужен только для нимфы и для Афродиты. Роботизированная, то есть чувственно-эротическая часть. В этом смысле Афродита сложнее. И это опять же возвращает к Овидео. Возникает часто там вопрос, или некоторые говорят, что это круто, а некоторые на это опасаются. Кто-то из женщин, я слышал, говорил там, может даже на ТДХ говорили, что бы. А представьте, что будет, если мужчина влюбится в этот предмет. Ну и ради бога. Да, казалось бы. А что в этом, собственно, вот у Авидео четко про это сказано, что, как я это читаю, если у человека внутренний развитая, сильная, патраматическая сторона, она будет спроецирована даже на неживой субъект, на объект, и он станет субъектом для него. На самом деле, психологически, конечно, это зеркало. Это примерно то же, что симулирует любой психолог, когда с психологом работа идет. То есть он выступает такой зеркалом или белой стеной. На самом деле, задача идеального психолога, чтобы человек увидел самого себя, выставляет копию самого человека. И весь реальный диалог идет, на самом деле, внутри одного человека, но при помощи посредника, потому что просто сами мы этого делать не умеем. Но то же самое мог бы делать, в принципе, и прибор. Теперь, переходя к женщинам, как я понимаю, опять же, я в женском теле не жил, как я понимаю, если у женщины сильно развитая Афродита, если она Афродита по жизни, ей достаточно просто сексуального робота, действительно робот ей нужен, и нужен такой же, который в темноте, его должно быть слабо видно, но, кстати, он должен уметь все-таки механически двигаться, и механически, как аниматроника. Это будет задача намного более сложная, чем симуляция женщины, это очевидно. Просто если взять объем механизма, что нужно программировать, какие нужно датчики размещать, то есть видно, что симулировать робота-мужчину будет в несколько раз сложнее, чем симулировать робота-женщину. Но Афродите этого будет достаточно. А дальше те, кому недостаточно робота, кому нужно вынести мозг, кому нужно попилить, а кому нужно, чтобы ей сочинили стихи, это все остальные уже роли. Например, женщина Гера, ей нужен кто-то, на ком можно вымещать свое желание командовать. Значит, ей нужен какой-то партнер, который будет ей подыгрывать в этом вопросе и сопротивляться, между прочим, он должен симулировать некое сопротивление. Но тут опять возникает вопрос, а должен ли этот партнер быть в виде робота? Нет, пивная банка, опять же. Пивная банка достаточно. Вот такое мое мнение по этому вопросу. Ну, ты знаешь, что интересное мнение? Вообще здорово говорить с думающим человеком. У нас с тобой спор получается с физикой и лирикой. Я тебе скажу свое мнение, а тем более у нас интервью, а пусть уже тогда зрители сами решают, что им ближе. Я мыслю гораздо проще, практичнее, прагматичнее, конкретнее, биологичнее. Для чего вообще нужен секс? Секс нужен для продолжения рода, по общей схеме. Поэтому мужчины подсознательно небезразлично любят или не любят его женщину, с которой он занимается сексом. Потому что так же она будет относиться к его детям. От любимых мужчин детей любят, от нелюбимых, как правило, не любят. Это логично. Вот, именно поэтому, ну, меня тоже очень часто спрашивают, почему там от адонизма депрессия, по напорнуху депрессия, к проститутке сходил. Ну, это кому как. Понимаешь тоже, видимо, да, ты прав про архетипы. У некоторых после проституток депрессия и так далее. Я говорю, ребята, это все ваши инстинкты, это ваши заводские прошивки, от этого не уйдешь. Природа он дан для размножения, от него дети всегда появлялись. Эти контрацептивы человечество изобрело там лет тысячу назад, там первые, по-серьезному, в течение ста лет. А инстинкты эти формировались миллионы лет. Поэтому, если вы занимаетесь сексом женщины, которая вас ненавидит, которая выносит вам мозг, и которой вы, очевидно, понимаете, что она вас не любит, и что она с вами там, ну, просто из каких-то левых, третьих соображений занимается сексом, вы от этого секса сами удовольствия не получите. Я начал с того, что вот эта механика, как ты говорил, надавил, нажал, повернулась. Чистая механика, она тоже не взойдет и далеко не всем подойдет. Наверняка кому-то тоже подойдет, но это тоже будет очень маленькое меньшинство. Я говорю, большинство не пойдет даже за такими, печатая шаг. То есть для мужчины этот робот, это андроид женского пола, он просто обязан, чтобы стать предметом ажиотажного спроса, быть не только офигенной любовницей, офигенной красавицей, еще желательно трансформером, чтобы не надоедало, партнером для общения, а еще имитировать искреннюю любовь. И только тогда мужчина будет получать всю возможную гамму эмоций, которые он может получить от живой женщины. По максимуму, гипотетически, иногда в жизни, это к некоторым везет. Мое мнение такое, как биолога, но оно не в малейшей степени не является контраргументами к твоему мнению, тем более, вообще все дополняют друг друга, тем более, что я в древнегреческой мифологии, какой ты оперируешься, я в ней вообще совсем не разбираюсь. Она сходная, там практически, что римская, что греческая, это одно и то же, с разными именами, вся разница. Ну, в общем, короче, только голая механика не пойдет. Тут уже скорее пойдет вариант вот этой самой, как у Пелевина описано, пикаи, чтобы разговаривала, чтобы общалась, ну, в общем, практически живой человек, но андроид. Запахами, с температурой, с интеллектом, с настроениями, возможно. Ну, вот как-то убрать весь негатив, который имеется от обычной бабы. Вот за таким, мне кажется, все парнищи, как пил Северный, от четырех до сотни лет, дружными рядами пойдут записываться в секс-шопах. Температура и запахи, это, естественно, это вот даже для такого минимального варианта, он просто обязан быть, само собой. Ну, то есть, симуляция на прикосновение должна быть очень качественная. Между прочим, это, по-моему, вот ТФМ в своем обзоре, когда он впервые куклу распаковал, я смотрел первый обзор, распаковка, я помню, по-моему, он сказал, что он очень удивился, что еще до того, как он попробовал, собственно, сексуальный акт совершить с этой своей покупкой. Он, значит, положил ее в постель и какое-то время с ней провел, и он, говорит, удивился, какой это огромный психологический эффект на него оказал. Он, говорит, сам не ожидал, что вообще сам факт, тело, оно тяжелое, оно приятное и теплое на ощупь, ну, если она там согреть, соответственно, до температуры до комнаты. Она, говорит, давала необыкновенное чувство, вот какой-то, ну, то есть, кто-то с тобой рядом, кто-то, ты не один, что это вот чувство близости, и это что-то рядом с тобой. И он поразился, насколько сам этот факт еще до всякой эротики. Какое огромное он на него оказал влияние. Я просто ощутил это именно в интервью, то, что он говорил. И действительно, вот это вещи, например, которых я могу только умозрительно рассуждать, потому что у меня не было таких приборов и, возможно, никогда не будет. Это то, о чем можно всерьез обсуждать только после реального какого-то наработки опыта. А этого опыта сейчас на данный момент массового нету. Те немногие там любители, которые вот в фильмах промелькивают документальных, был по National Geographic фильм, какие-то были любительские фильмы. Ну, в общем, там 2-3 человека какие-то, ну, любители этого делают. Кого-то 4 куклы уже куплены, у кого-то их 13. Ни одна из них... Да, я видел. Да, ни одна из них не двигается пока. Они такие все вот. Какую позу поставил, в такую она и вот и стоит. Но даже вот там пожилой человек, например, ставит ее в определенную позу, одевает, сажает рядом с собой, то ли на диване, то ли на качелях. Она даже в этом ему играет определенную роль психологическую, сильную. То есть это для него не просто кусок пластика, это для него, в кавычках возьмем, одушевленный объект. Естественно, мы понимаем и психологически, и мифологически рассуждают, это он его одушевляет. На самом деле, он как бы делится виртуально частью своей вот этой вот человечности, делится с этим неживым объектом, и объект становится живой. Так же, как мы знаем, да, что дом становится живым, мебель, с которой человек долго живет, она становится живой. Даже некоторые герои компьютерных игр, с которыми долго... Вот эффект томогочи, между прочим, который здесь, в принципе, уместен, да, томогочи, как-то они сленули уже, но когда они появились, это же был сильный эффект очень. Это казалось бы, это чушь какая-то. Человек привязывается к какой-то коробке, которая там размером меньше калькулятора, он... Были случаи, что люди кончали с собой от того, что у них умер томогочи. С точки зрения чисто логической, это, ну, ничем не объяснимо там. Это, ну, то есть робот этого не понял бы. Но как люди, мы это, в принципе, можем понять. Да, человек инвестировался вот своими внутренними душевными сил настолько, что для него это стало не просто там кусок пластика с прыгающими там пикселями и битами, байтами. Нет, это для него часть жизни. Он как бы своей часть ауры ей передал. В этом смысле вот миф, про который Овиде я рассказываю, да, он описывает механику, что это такое. Мужчина делится своей жизненной силой, да даже с неживым объектом. Мы до сих пор не знаем, там некоторые уснуются, почему в Библии написано, что там Авраам родил Исаака, Исаак родил, Иакова и так далее. Но вот там используются такие выражения, что мужчина рожает, да, у них считается, что источником жизненной силы, то есть женщина является контейнером, а источником является мужчина. Может быть, в этом есть какая-то доля истины, как знать. По крайней мере, то, что точно можно абсолютно ожидать, что появятся люди, которые будут писать стихи, посвященные этим своим роботам, партнершам, да, женам, как они их будут называть, не знаю. Естественно, возникнет желание выйти за них, пожениться на них, это совершенно логично. Когда он одушевлен, после этого может возникнуть желание зарегистрировать союз каким-то образом, не важно каким. В Японии он с виртуальными персонажами регистрирует союз сейчас. Поживем, увидим, как говорится, доживем, узнаем и выживем, учтем. Действительно, у нас с тобой получается разговор физика и лирика, причем я физик, а ты лирик, но я думаю, это нормально. Наш с тобой разговор отражает некие тенденции, которые должны будут воплощаться в развитии этой сексуальной робототехники, если, конечно, это действительно все не похерит на корню финансово незаинтересованные люди. Мы с тобой, в общем, я надеюсь, два достаточно интеллектуальных мужчины. За себя я не скажу, за тебя точно. И в то же время мы достаточно разные. Я биолог, я не интересуюсь мифологиями, хотя можно было бы. Я абсолютный атеист, вообще зверский такой, яростный. У меня как-то все очень просто. Может, даже признак моей какой-то неразвит. Я смотрю на эти вещи совершенно другой плоскости. С точки зрения его эволюции, размножения, человеческой психологии, инстинктов и так далее. Ты вот смотришь в совершенно другой плоскости через призму мифов и каких-то совершенно других концепций, более высоких материй. Мне, кстати, очень нравятся твои касты. Я, правда, не все понимаю, но вообще нестандартный подход, а твой даже еще там нестандартный подход на базе нестандартного подхода, производного от производного. Это здорово. Это восхищает вообще в человеке. Спасибо. Не прихвалите. Я серьезно говорю. Это не комплимент, это от души. Поживем, увидим, посмотрим. Я не знаю, доживу ли я, может, ты увидишь на старости лет. Я, наверное, вряд ли. Хотелось бы, было бы интересно посмотреть, во что это все выявится. Тут, к сожалению, нужно учитывать превходящие факторы, которые не входят, так сказать, в формат нашего разговора, то, что сейчас творится в Европе и на Западе. Просто превходящие факторы могут привести к тому, что человечество просто вымрет на 99%, ему помогут резко откатиться на уровень каменного века, оставшийся 1%. Этот 1% будет разговаривать не совсем на европейских языках. Новую цивилизацию они вряд ли построят, потому что у них уже не будет ресурсов, не будет ни лесов, ни животных, останется одна большая помойка. Дай Бог, чтобы как бы вот эти темы разговора наши, она имела шансы на практическое воплощение в будущем хотя бы. Я боюсь, что превходящие факторы делают это вообще тем бессмысленно. В ВВАх. Ну, я к этой теме могу что сказать? Является ли эта сама идея вообще робототехники в этой области прям какой-то хороший, если подумать? В ней есть какие-то хорошие стороны, в частности, способность для части, конечно, какой-то там мужчин проявить, еще более проявить свое, так сказать, душевное развитие. То есть, это возможно для кого-то станет инструментом реально духовного развития, не побоюсь этого слова. Наверное, для меньшинства. Но если подумать движущие механизмы, которые привели к тому, что такая идея вообще возникла, хоть она была и уже 2000 лет назад, как выясняется, обстоятельства это довольно печальные, которые к этому привели. Как бы людей практически вынуждают эту тему исследовать даже тем, кто раньше про это не думал, ему может прийти такая мысль в голову, а почему бы наконец не сделать симулятор, который бы это стимулировал, потому что ну просто это невозможно по-другому стало делать или очень-очень-очень сложно. Или не хотят люди удовлетворяться тем, что всего красивых женщин меньше 10%, и эти 10% крутятся вокруг одного-двух процентов всех мужчин. Ну вот, а теперь каждый сможет позволить это по цене примерно иномарки. То есть, если человек может себе иномарку взять и кредит на нее, естественно, потянуть, то он сможет позволить и это. В этом смысле печально, что до этого дошло. Я об этом сожалею. Если бы мы, мужчины и женщины, жили гармонично, то эта тема бы вообще не появилась никогда. Она просто не возникла, бы никому в голову не пришло. Приходит никому в голову, не знаю, делать искусственных детей. Среди всех идей, кого сделать из роботов, например, сделать ребенка секс-роботом, приходит людям в голову, да? Но сделать ребенка тамагочи, пока, по крайней мере, никому еще в голову не пришло. И, скорее всего, придет не скоро. Ну, как-то вот нет такой потребности, потому что, ну, детей можно, в общем, достать. Более методичными действиями можно достать. Чем вы? Ну как? Почему? Для мужчины сейчас, для тех, кто понял, чем ему это грозит, кстати, Да, но в этом смысле вот как раз робот, скорее всего, к сожалению, не заменит. Мне трудно представить, чтобы робот заменил именно вот ребенка. То чувство, которое ребенок дает. Мужчине, я сейчас как мужчина рассуждаю. Пагиб, да. По крайней мере, думающего с ней все здорово точно не заметит, когда ты понимаешь, что это не твой вклад в будущее, не передача генов, не передача там... Если, например, если, например, мужчина такой абсолютно тотальный, одиночка, такой весь закрытый, перельман, или круче перельмана, кто ему может быть нужен? Ему нужна кто-то, кто будет изображать, ну, грубо говоря, музу. Если это художник, некая сопутствующая женская фигура, которая, между прочим, может даже не обладать сексуальным функционалом, она будет именно такой каталогизатор, документатор, то есть, который все записывает, за ним комментирует, и приставка к архиву данных, которая будет легко находить ему то, что нужно, там убирать то, что нужно. такой ассистент, в принципе, секретарь, ну, может, если там мистическую добавить к нему составляющую, то это муза. Если, например, человек в науке работает, да, это может быть его партнерша, вот, как показано в фильме про Тюринга, где Камбенберч играет, такая была жена-партнер, как бы сам он женщинами не очень интересовался, вот, по ряду причин, а тем не менее, партнерша у него была, она выполняла такую вот функцию, это как бы, это не была Афродита и не была даже Гера, это такая какая-то совершенно особенная, что-то вроде музы. В то же время, те, кто вот выступает в защиту, что, борясь с роботами, они будут, на самом деле, защищать права женщин, детей и животных, хотя животных, вообще-то, я думаю, огромное количество людей заводит вполне живых животных и издевается над ними дома, и сексуально, и не сексуально, и никому, в общем, в голову не приходит это как-то серьезно регулировать. Не знаю, зачем здесь такая прям нужна регуляция жесткая вот в этом вопросе, но я, честно говоря, предвижу, что для людей с фантазией роботы классического вида такого вот, когда это просто женщина, они станут редкостью. И редкостью они станут примерно по той же причине через некоторое время. Такое причинение, мало людей слушают классическую музыку. Вот музыки много, много людей слушают музыку, которая написана, скажем, 200 лет назад. Ну, есть такая категория, она небольшая, их не так много вообще. И даже те, кто слушает, в принципе, ее, они редко ее слушают, они там в основном слушают что-то другое, более современное. Соответственно, вот эти вот стандартные женщины, в кавычках, да, они могут войти в категорию в ту же, в которую входит классическая музыка. То есть это будет для узкой группы по интересам, кто вот любит, чтобы все было как в стародавние времена. А все остальные, будет что-то другое, чего даже представить может пока трудно. То есть это вообще могут быть нечеловекообразные. Да, слушай, кстати, да, я с тобой, кстати, полностью более чем согласен. Видишь, мы с тобой вообще как далеко зашли в нашем диалоге. Совершенно здравое рассуждение. Человек, в силу своей психики, он творец и менятель. Ему никогда не, ну, вот приедается то, что есть, ему всегда нужно что-то еще. При этом прогресс не стоит на месте. Какого рожна мы вообще предполагаем, что вот эта вот сексуальная индустрия, и коли она возникнет, она становится на каком-то совершенном физическом образе. Мы же ни разу не останавливались ни на определенном типе жилища, ни на определенном типе одежды, ни на определенном средстве транспорта, ни на определенной музыке, вот то, что касается духовной сферы. Естественно, они будут меняться так же, даже трудно представить, к чему это придет. Это логично, это без вариантов. То есть какие-то будут неведомые нам пути развития, но одним из них, из которых, вероятно, будет, ну, можно сказать, первый предшаг уже сделан, вот эти силиконовые куклы появляются, возможно, там десятый шаг будет такой, как описанного пелевина, интерактивная женщина. А там будут и сотые, и тысячные, и десятитысячные. И если вектор прогресса, интеллекта будет идти по нарастающей, они все это не обрушатся обратно на уровень 50 тысяч лет назад. Так что это да, это будет все время меняться, это всегда будет меняться, это не будет что-то фиксированное. Это сфера жизни, коли она возникнет, она должна оставаться неизменной. Когда все остальные сферы жизни, искусства, науки, всего чего угодно, они не остаются неизменными. Так, частный случай, пофантазировать, есть в японских хентаях аниме есть такая тема, многочлен. Между прочим, это развитие древней японской гравюры. Это иллюстрация к древнему эротическому рассказу, который называется «Сон жены рыбака». Там впервые фигурирует осьминог, у которого много-много щупалец, но это не щупальца. Вот аниматроника позволит воплотить эту фантазию, если это захочет или женщина, или мужчина, мало ли, или группа. Теперь это, в принципе, возможно. И это будет, наверное, сложнее, чем сделать человека. Хотя, с другой стороны, копировать никого не надо. Можно предвидеть такой вариант, что какую-то узкую группу этих механизмов даже церковь примет. Если это похоже на человека, в конце концов, почему бы нет? Может такое быть. Ты знаешь, ты, кстати, я тебе настоятельно рекомендую смотреть лекции. Есть у нас такая интересная женщина, Екатерина Шульман. Мне ее ребята советовали. Я знаю и смотрю, да. Она политолог, она социолог, и она приводит очень интересные данные в своих лекциях. С высокой степенью достоверности они правильные, правдивые. Про религию, в принципе, в среднем по человечеству, ну, по крайней мере, по цивилизованной его части. А цивилизованная часть, она хорошо описывается математически, когда средний уровень дохода превышает какой-то порог. И это не важно ни цвет кожи, ни изначальная религия, насколько эта религия срослась с государством, ни положение на глобусе, ничего. То есть доход на единицу населения должен превышать какой-то порог, и после этого количество изменений вот на этой территории переходит в качественное. То есть мышление уже меняется. Одним из этих изменений является то, что снижается процент религиозных людей в обществе. И вот она показывала какой-то очень график, который мне лично очень так зашел и лег на мое сердце. В течение последних 100 лет процент религиозных людей очень сильно уменьшился. Если в начале 20 века он был близок к 90%, то в начале 21-го это процентов 30 по меру. Так что дальше, если это пойдет вниз, то как раз к моменту появления этих роботов уже, возможно, церковь будет восприниматься как факт исторический, но не как не текущая реальность. Ну, наверное. Это частный случай, просто сейчас, я так понимаю, что я не знаю, слышал я или нет такое, но я могу представить, что скажет средний священник, если ему задать вопрос «Ваше отношение к секс-роботам?» Я могу за него эту речь произнести, так что можно вопрос не задавать. Но со временем, возможно... Он что-то очень быстро, так сказать, закроет дверь спальню, что-то там тяжелое, мягкое засудит под кровать, извините, вы туда не ходите, скажет, у меня не убрано, а потом задвинет пламенную речь, что это мракобесие, это недопустимо, это осквернение. Одна из кричащих таких сфер, которые, мне кажется, правильно было бы закрыть робототехникой, это, конечно, подростковый период, вот этот провал, который образовался между тем, когда мальчик, скажем, да, становится полувозрелым и тем, когда у него реально появляется законный способ удовлетворять свою потребность. Это совершенно искусственный период, как я понимаю, его никогда раньше в истории не было, кроме последних, может быть, 150 лет, и он приносит очень-очень негативное влияние, на мой взгляд, на всю оставшуюся жизнь. Сюда применима логика, которая вот, есть такая шутка, если ты рос, и у тебя в детстве не было велосипеда, потом ты вырос и купил себе Мерседес или Бентли, то у тебя в детстве все равно не было велосипеда. Про остаточное вот это вот травма и мышление, как бы, она действительно остается навсегда. И вот этот вот период между 12-13 годами и когда там, ну, всех по-разному, да, там, кого-то 16, у кого-то 18, у кого-то 20 с лишним лет. И это ведь пиковая, если подумать, это ведь пиковая сексуальная энергия мужчины. И она вот никакого легального выхода не имеет. Это, ну, чудовищно, в принципе. Это намеренная травматизация почти всех уголовных. Да, да, да. Совершенно согласен. Подписывайся. При этом вот у меня сын только что был на этих микросборах. 16 лет человеку, ему в руки дают боевое оружие и заставляют его осваивать и стрелять. То есть, типа, как бы, Танатос, окей. Надо уметь убивать, умей убивать. Вот мы сейчас тебя научим, мы тебе покажем, ты попробуешь, все тебе будет. Где рядом никто не стоит и говорит, сейчас мы тебя с Эросом познакомим. Как это делается и вот тебе какие-то способы, как это удует, как это делать, нет, этому мы не научим. Вот Танатос, да, Эрос, нет. Это, конечно, какой-то провал. И он, ну, я думаю, намеренно, конечно, сделан, вряд ли это случайное совпадение. Среднего молодого человека еще закладываются тяжелейшие психологические травмы на всю жизнь. Закладывается совершенно определенное отношение к женщинам. Мне трудно это описать словами, но, в общем, конечно, это негативное. Да, не будем бояться этого слова. Боязнь отказа, страх, действительно, страх подхода и так далее. Вот. Еще там есть такой фактор, но у меня он был совершенно точным. Я прекрасно видел, как эти девки дают нескольким процентам вот этих вот природных бабников. Лучше у слова нет альфачей. И это еще больше травмирует, потому что я себя сравнивал с этими бабниками, но я не был там. Здоровье у меня было с детства плохое. Но я их превосходил, я видел, как они учатся. По интеллекту превосходил в порядке. Многих я был, даже я, в общем-то, хилый человек, я был сильнее физически. Я был гораздо более интеллектуально развит. Я читал, я чем-то увлекался, то есть с ними мне было не о чем говорить. В основном, ну, это было быдло, но, в общем, быдло-то у нас радикально преобладает, вообще-то, что там говорить. Потом, как бы, не начали, достигли 15-16 лет, 14, и несколько там было вообще просто вообще гевтик, лезли как на Битлз, на этих. А нет, но остальные более-менее тоже как-то справлялись. А я думал, почему нет, потому что у меня вообще-то ноль никакой надежды, тяжелейшие комплексы, травмы на всю жизнь. Я, в общем, думал, и тогда я уже понял дело в социализации, конечно. Позже я понял, что не только социализация, в общем-то, ну, уже совсем поздно, что социализация это часть тех черт, которые женщины выбирают своими инстинктами, то есть как ни крути. Вот этим подросткам эти вот андроиды могли бы действительно просто полностью закрыть путь к массе проблем, вообще снять их на всю жизнь. Хотя бы им. Да я думаю, многие мужчины, в принципе, тоже как ни крути бы не отказались. Даже если бы эти роботы стоили как три квартиры, кредиты бы брали, мы с кожи вон лезли и так далее. Мы с тобой говорили, что вот ты говорил, что вообще очень печален сам факт того, что эта тема, она всплыла, что действительно есть такая гигантская проблема в обществе, причем она вообще ни разу не российская, она общемировая и касается всех развитых стран. Что мужчины с детства, с момента полового созревания, большинство подавляющих мужчин, я говорю 95%, это примерно так, они отрезаны от секса либо пожизненно, либо с подросткового возраста на несколько самых таких лет, когда они еще обучаются, у них формируется еще отношение к миру, травмирующие вот этот период. А потом они вынуждены связываться далеко не с теми женщинами, либо покупать проституток и влипают еще в это уже дальше правовое поле, которое уже отдельная тема и совсем печальная. И, к сожалению, то, что эта тема возникла, это побочный эффект развития человеческой цивилизации. Так же, как вот постоянно поднималась тема патриархата, если ты присутствовал в раннем мужском движении, а ты там ведь присутствовал, так или иначе, так давно в этой теме. Вот почему-то считалось, что то, что женщины перестали подчиняться мужчинам, перестали воспринимать его как главу семьи, там семьи стали разваливать, что это типа плохое воспитание, женщин можно перевоспитать, и это плохое законодательство, и дядьки буржуи там плохие это все сделали. А вот если там воспитывать, тогда женщина вернется, значит, к ноге. Ну, постепенно несколько умных людей, и слава тебе, Господи, что и Селезнев, а то не надоело быть одиноким, пришли к выводу, что дело-то тут вообще ни разу не в том, что это не злые буржуины, и не то, что эти женщины спортили, это уже вторично. А первично, опять же, экономика, экономическая независимость женщины от мужчины. И тут, как ни странно, вылезли вот эти вот пришедшие к нам без изменений от древних обезьян, вот эти вот инстинкты, когда непонятно, откуда они пришли, и непонятно, почему они именно такие, и непонятно, почему они пришли, но почти без изменений. То есть у современных родственников наших человек этих моделей не сохранилось. То есть человек, вид, который шел какой-то своей особой эволюцией, примеры, которые к нам не приехали, вот в живом виде мы их не наблюдаем. Но что-то там было очень интересное. Все вот эти проблемы между полами и то, что вот эти вот женские режимы, любви к альфачам, бытовой проституции, то что 95% мужчин отрезаны от секса, это, к сожалению, естественный этап эволюции нашего вида. Вот это природа. Это неплохие дядьки, это неплохие капиталисты, это не влияние воспитания или отсутствие воспитания. Это естественный процесс, к сожалению, в базе своей. Другое дело, что эти естественные процессы, уже вот эти вот власти, которые без особых моральных качеств, они используют для собственного обогащения, на это дело подсели, и все это дело еще усугубили и законами, и воспитанием, чтобы лучше эксплуатировать в основном мужчин. Да и женщин тоже, в принципе. Но это вторично. А первично то, что это естественные природные процессы, которым можно ненавидеть, можно любить, но это как то, что у человека крыльев нет, то, что закон всемирного тяготения, то, что зимой холодно, то, что человек стареет. Это естественно. Надо воспринимать как данность. То, что всплывает эта тема вот этих вот секс-андроидов, возможно, это тоже естественный, можно сказать, природный этап развития человеческой цивилизации. Я на это смотрю с этой точки зрения. Оно снимает очень много вопросов. Тут трудно сказать, потому что видно, что даже при современном развитии технологий в разных цивилизациях все-таки ветки несколько разные пошли. То есть, например, Арабские Эмираты, обладая, в общем-то, доступом к тем же самым технологиям, социальные устройства у них все-таки устроены по-другому. Надолго ли, не знаю, там, может, они тоже придут к тому же самому. Сейчас говорят, среди продвинутых мусульман тоже появились там одно-двух детные семьи. Может быть, их это тоже краснется. Сергей, все сыпется по общей схеме. Люди спрашивают, а почему же обезьян не превращается в человека? Может, они какие превращаются? На это надо тридеть, там, 7 миллионов лет, понимаешь? Не видно так за одно поколение. То есть это сыпется не за год, не за два, а лет за 50. Они нефть у себя открыли сколько лет назад. Этот же путь, который более цивилизованные страны проскочили за 150 лет, они проскочат за 50. Сейчас из них прошло 25. Поэтому у сторонников патриархата, которые, в общем, глухие, слепые, фанатичные, у них какие-то иллюзии, что там что-то по-другому. Нет первичной экономики, там будет такой же совершенно развал всего. Когда женщина экономически независима от мужчины, женщины начинают выбирать партнеров по законам обезьянной стаи. Нравится один из 20, остальные отдыхают. Со стороны мужчин, в принципе, обратные, но они более всеядные. Это естественные природные процессы, все остальное тут уже вторично. Но вот мое такое мнение, я противоречий не вижу. Мне, честно говоря, нет таких знаний, чтобы судить, насколько это объективно об условном развитии. Есть ряд мнений, что вообще-то в каком-то виде вся эта дисгармония существовало вот столько, сколько людям лет примерно в человечеству. Поэтому и сюжеты одни и те же там 2000 лет назад встречаются. То есть на самом деле может быть ничего принципиально и не изменилось. То есть не какая-то обертка внешняя там изменилась в новосфере. Но человек, в общем, как был, так и остался. И даже не так важно, он был создан 7000 лет назад или он революционировал миллион лет. Все равно последние 2000 лет это ничего не меняет. Он все равно был одинаковый. По вот этим вот качествам, инстинентам, которые служат фундаментом для сегодняшнего обсуждения, по сексуальному он был очень много лет одинаковый. И речь идет, наверное, минимум о сотнях тысяч, максимум о нескольких миллионах лет. Там были же другие условия. Это были охотники-собиратели. Они жили изолированными очень небольшими группами, что заложило, кстати, чудовищное генетическое разнообразие современного человечества и приспособляемость его к разным условиям совершенно. Заселил всю планету. Скорее всего, вот сейчас уже появились голоса ученых, их уже не удается заглушить. В этих группах был промысквитет. То есть там все взрослые мужчины так или иначе занимались сексом со всеми взрослыми женщинами. И вообще, когда 5 взрослых мужчин, 5 взрослых женщин, причем наиболее здоровых, да, они там, конечно, видимо, различались как-то, но там смертность у них была детская, процентов 80, наверное. То там вообще все вот эти вот вопросы не стояли, инстинкты эти либо глушились, либо работали на пользу. А возникло вообще все вот эти вот женские инстинкты, я так понимаю, еще у обезьян, которые были вегетарианцами и жили в лесах, в ресурсно-избыточной среде, в условиях социально-территориальных животных, когда там жопу опустил в куст, как делают современные горелые, и нажрался так, хрум-хрум-хрум, ветх себе в пасть натянул, нажрался свободен. Там у них другие были проблемы, вообще другая экономика, другие взаимоотношения, другая закрытая система в вакууме, вот оттуда все это тащится. То есть когда-то эти инстинкты возникли очень давно, но они либо блокировались, либо способствовали выживанию очень долгое время. Именно поэтому они закрепились в генетике, и они такие сильные, особенно у женщин. Тем более, что женщины в размножении шли все, кто выживали, и отбор на них не действовал. Естественному отбору подвергались в основном мужчины. А как ты думаешь, а как вообще, если эти технологии не задушили зародыши, что тоже возможно, в принципе, в современном феминизированном мире, как человечество размножаться будет? Честно говоря, это очень хороший вопрос, и даже, мне кажется, это настолько объемно, и вообще футуристически посмотреть, попробовать мысленно представить, что будет, если вот, ну, допустим, завтра технология, это стало доступно, вот доступно, помимо, так, как мы описали здесь, пофантазировать, а что будет с социальной средой, как будет измениться семья, как изменится размножение. Мне кажется, вот это я предлагаю зарядить на вторую часть. Я же не знаю, будет ли это опять наша просто сессия, или можно в прямом эфире сделать, если я, наконец, освою, как трансляцию, делать из двух человек. Мне кажется, это слишком объемно, я не думаю, что мы сейчас... Давай на запись. К тому же, я бы, честно говоря, взял бы какой-нибудь тайм-аут и попробовал бы подумать на эту тему и написал бы тезис предварительный. Я не готов так вот сейчас лету. Слишком серьезный вопрос. Я хотел вот к биологии вставить два момента, что это, в принципе, относится к этой теме. Одна из книжек, которые там и авторов, которые я очень активно и сам читаю, перечитываю, рекламирую, Робин Бейкер. И у него вот в этой, по-моему, даже в первом томе, который на русском языке вышел, называются «Постельные войны». Там есть глава, во-первых, посвященная мастурбированию, анонизму, да, по-нашему. И автор вполне обоснованно с точки зрения эволюции объясняет, что это не какое-то там извращение, это не какая-то там болезнь, это часть нашего эволюционного поведения. И он объясняет механизм, что у этого действия есть причина. Когда даже человек, например, сам этого не делает, есть механизм, который обеспечивает это во сне. То есть то, что мы называем полюцией, это на самом деле сознание должно было бы сработать, но когда сознание по каким-то причинам не срабатывает или там намеренно игнорирует все сигналы, когда тело требует, а человек его намеренно игнорирует. Оно сработает само, даже во сне. И он утверждает, что он знает причин для этого. Вот в очередной раз рекомендую купить книжку, прочитать «Постельные войны», там эта тема обсуждается. То есть он, по крайней мере, подает то, как часть нашего эволюционного механизма. Вторая вещь, которая частным случаем является этого самого механизма, это почему, собственно, особенно мужчины приходит в такое необыкновенное возбуждение, почему на них так сильно действует наблюдение за уже совершающимся половым актом. То, на чем основана вся порноиндустрия. Он там буквально в два абзаца текста умещает рассуждение, что это тоже эволюционный механизм. Это просто одна из программ естественного отбора, когда нужно сократить до минимума время совокупления между предыдущим и следующим самцом, потому что шансы у него больше на то, что потомствует от него. Там можно еще вмешаться в процесс, если вовремя это сделать. То есть это всего лишь маленькая подпрограммка в огромном массиве очень сложных вещей, которые функционируют. Можно ему не верить, но он, с свою точку зрения, излагает, и он ее вполне нормально обосновывает. Причем чисто логически, научно, эволюционно. В этом смысле роботы это такой, ну, очень частный случай просто, не более того. Очень хай-тек, очень такой современный, но, в принципе, все эти вещи уже были рассмотрены раньше. Не имею возражений, не по одному из твоих тезисов. Тем более, тот же Пелевин рассказывал, что там вот этот богатенький дядька, у него там эти роботы, причем уже тоже, не человеки, а какие изображающие черт знает что, они постоянно должны были с собой купляться. Ну да, в общем, человек по модели шимпанзе, когда у самки овуляция, она спаривается чуть ли не со всеми желающими, но в первую очередь, значит, с высокоранговыми. Естественно, да, чем раньше подскочил, свое место в очереди занял, тем больше шансов, что потом, что будет от тебя. Тут-то возражений нет, совершенно никаких. Все логично, все встроено. Между прочим, я в одном ролике от женщины услышал упоминание, вполне логичное, что робот, собственно, не обязан обеспечивать функционирование тет-а-тет. Вообще-то, робот может играть, например, роль третьего. В соответствующих форумах иногда возникает вопрос, типа, если пара хочет попробовать Менаж Атуа, то где брать третьего? И куча советов сложных, это непростая тема, кто решил в это окунуться. Пожалуйста, робот, например, дает такую возможность, да, хочешь Труа, хочешь Куатра, хочешь Пента и так далее. Все что угодно можно попробовать, если это захочется. Да легко, мы уже, по-моему, с тобой, наскоро эти самые роботики, если кто-то из них наткнется, я думаю, наскоро консультантами позовут. Уже могли бы позвать, да, особенно. Я думаю, что вообще-то им нужен хороший юнгьянец. Я не тех консультантов выбираю, они, наверное, физиологов берут, им нужны психологи-юнгьянцы позвать к себе, МНДшников, МНДшников, конечно, некоторая такая предвзятость есть в этом вопросе, тут уже что-то более взвешенное. Я хотел сказать, что странным образом, вот одна из веток, которая может сыграть, как знать, участие робота дает возможность, как это неудивительно, реализовать такую квазиполиграммную семью или квазиполиграммные отношения. То есть, возможно, что у полиграммных отношений будет второе рождение в таком техногенном смысле. Допустим, если к живому человеку женат возражают, слишком сильная чувство реальности у него возникает, естественно, к роботам тоже чувство реальности будет, но с ним как бы легче бороться. Поэтому, возможно, возможно, что, в кавычке возьмем, гарем, возможно, будет существовать, возможно, он вернется, возможно, даже войдет туда, где раньше его не было, то есть, в европейскую среду войдет нечто вроде гарема. Он, конечно, войдет в измененном виде. Там, в Японии, допустим, это может быть восстановление оригинальной их структуры, которая у них была, она там была очень сложная, навороченная. Одна жена, четыре супруга, без ограничения этих наложниц и еще кого-то. Короче, целая там иерархия могла быть в одном доме. Ветхий завет. Для тех, кого это хочется, кто хочет реализовать модель, там, не знаю, какого-нибудь Якова. Специальный заказ, специальная программа и, пожалуйста, то есть, все возможно. И даже, ну, это совсем уже экстрим, но пример, который может играть роль, были, я знаю, якобы, были попытки открыть публичные дома с роботами и они натыкаются на серьезные препятствия. Причем натыкаются они на препятствия с двух сторон. Во-первых, со стороны сторонников традиционных ценностей под цензуру как бы пытаются это подвести, а вторые, кто против этого возражает, это реальные живые проститутки, потому что им разрушает весь бизнес, что логично. И вот эти две группы, объединившись, они вполне успешно останавливают. Даже вроде были слухи, что где-то открывался и был настолько популярен, что накрылся местный рынок сексовслуг и его форсировали закрытие. Одна из вещей, которая могла бы иметь смысл именно как аренда, то есть то, чего человек сам себе покупать вряд ли будет, просто в силу высокой стоимости. Это, пардон, коллективные мероприятия. То есть, например, полностью разыгранная, скажем, римская, назовем это своими вещами, оргия, такая настоящая, знаете, как у Пелевина. Греческий вариант, у него есть такой рассказ отличный совершенно. Вплоть до быка в конечном счете. Как знать? Как знать? И вот эта вещь, которую никто сам себе покупать вряд ли будет, а, например, раз в жизни сходить на аттракцион, полет антезии. Возможно, все. Возможно, все. И если как бы это будет, но опять же, те же проститутки, эти разработки уже начали душить взорозыше. Что удивительно, получается, что если у этих роботов будет высокая стоимость, то вот это развлечение, такое хай-тек развлечение, может стать элитным и среднего класса развлечением. А те, кто вот как раз не будет иметь средств на то, чтобы такое себе приобрести или даже арендовать. То есть, грубо говоря, секс сместится в сторону бедных слоев населения. Это будет их устаревшая технология, старая, рискованная, наполненная рисками заболеваний, рисками социальных последствий, всяких там юридических. Это будет вот то, что будет практиковаться в нижнем социальном слое. Может быть. Вот в этой повести Пелевина «Айфак», не помню, я не помню, как она точно называлась, но «Айфак» точно 10, что ли, по-моему. Там такая часть населения называлась «серенюки», которые практиковали традиционный секс. Они трахались с этими заготовками. Ну, там вот как раз был вариант, что некая заготовка и к ней программное обеспечение, то есть человек на голову одевал специальный шлем, который ему транслировал мозг все эмоции, все остальное, а трахал он там в какой-то полуобрубок. Остальное мышло через вот запись. Тема большая, тема хорошая, тема интересная. Попробую закончить на оптимистичной ноте, тоже немножко вокруг психологии. В книжке, которая рекламировала книжку Клотер Рапая, которая про рекламу написана, называется «Культурный код». Там такая есть интересная история или модель, которую Рапая рассказывает, насколько различается отношение к алкоголю и к обучению, общению с алкоголем во Франции и в США. Во Франции очень маленьких детей, типа десадовского возраста, им капают шампанское на печенье, на хлеб, и они их пробуют и, в общем, учатся разбираться уже буквально в детсадовский возраст. Это считается нормально. А в США, в некоторых штатах жесткий закон до 21 года категорически нельзя и так далее. И он говорит, посмотрите, казалось бы, контринтуитивно, зачем детям давать на печенье алкоголь? Масса людей скажет, это полная вообще, это бесчеловечная жестокость, глупость. А он говорит, посмотрите, как эти люди общаются с алкоголем в зрелом возрасте, чем кончается у американцев, когда они возраслеют. Они дорываются, они, во-первых, пытаются всеми противозаконными способами это сделать, конечно, и до 21 года, до 18 лет, но когда они дорываются, это люди, которые просто не способны наслаждаться вкусом вообще. То есть это люди, которые алкоголь воспринимают только исключительно как средство выключения вот этой сознательной части мозга. То есть это способ прийти в полувменяемое состояние и таким образом в измененное состояние сознания. Во Франции, как он говорит, это противоположность. Как бы да, там тоже алкоголь потребляется много достаточно, хоть он существенно более качественный, чем у нас, поэтому со смертностью у них не так все плохо, но отношение к алкоголю, что это улучшитель вкуса. То есть это некий такой enhancement, который потребляется с едой, а с едой у них тоже очень такое сложное отношение. То есть это вот медленная еда, все должно быть красиво, все готовится, все в определенное время. Получается, что странным образом вот американцев изолируют от алкоголя, но в итоге они получаются крайне невротизированными вокруг алкоголя людьми. Во Франции алкоголь никто от детей не прячет, даже наоборот его дают в контролируемом виде, но при этом они вырастают существенно более спокойными. То есть для них это не является запретным плодом, для них это просто ну вот часть жизни и все. Я позволю себе высказать такое осторожное предположение. У меня не на что опереться, кроме как на надежду, да некую, но мне кажется, что если бы вот подростки получали такое введение в сексуальную жизнь, раз уж нельзя с людьми, и возможно, возможно, что во взрослой жизни у таких подростков это привело бы к совершенно новому, качественному отношению к сексуальной жизни. То, с чем мы живем и то, что мы сейчас обсуждаем, и мы оба вот сейчас, да, и вообще в целом. Мы, в общем-то, травмированные, невротизированные люди. Как бы мы над этим не работали, и что бы мы там свои обходные пути не находили, возможно, появится поколение, которое будет к этому относиться как к французу, к алкоголю. Ну, это такая вот красивая часть жизни, которая в определенном месте, в определенное время имеет место быть. В этом смысле я смотрю оптимистично. Хорошо. На одного оптимиста всегда должен приходиться один оптимист. Баланс должен быть. Я согласен вообще тут спорить ни с чем, только немножко подмена категории объектов. Алкоголь, он объект не живой, а женщина объект живой. И 95% мужчин в среднем, женщинам не нравятся, не будут никогда. И это закон природы, я повторяю, как всемирного тяготения. Поэтому, да, пусть они с роботами начинают, но им придется с роботами всю жизнь продолжать. Возможно. Тогда про размножение на следующий раз. Думаю, что надо шире смотреть вопрос, не просто размножение, а взять несколько крупных таких веток, технологическая часть, социальная часть, педагогическая часть, сексопатологическая часть, романтическая часть, и посмотреть в меру своих скромных способностей, попробовать, подумать, что это может означать через 20-50 лет, допустим. Да, вообще без проблем. У тебя с фантазией вообще все выше крыши, у меня тоже, я надеюсь, не так плохо. Тут фантазии мало, тут надо именно представить себе ситуацию, попробовать, как это будет выглядеть, и представить себя в идее, и как люди, какие решения они принимают каждый день. Ты понимаешь, я что-то все больше смотрю по сторонам, и особенно в Европу, да и в общем, в Москве как бы, и все думаю про превходящие факторы. Значит, надо этот фактор принять в расчет. Это будет означать откат на какой-то, на 200 лет назад, допустим, технологически. Ну, лет на 500, на 1000, по-моему. Может быть, больше. Да, но имею в виду, что еще, опять же, экономика, широкое такое понятие, ресурсной среды. Территория России в этом смысле защищена несколько лучше, потому что на ней просто невозможно жить без технологий, без того же отопления. Соответственно, если вопрос отопления не решен, то жить здесь невозможно. Никак. Вообще никак. Тайгу уже вырубили наполовину в последние 10 лет. Мы об этом тоже подумаем чуть-чуть. в миру своих. Можно модель выбрать. Модель такая, модель другая. Мне кто-то присылал ссылки на эти модели. Ну, там всякие варианты просчитаны, просчитали это все. Оптимистичных там очень мало. Поставим здесь троеточие, и в обозримом будущем свяжемся по этому вопросу, посмотрим на обратную связь, что люди напишут на нашу беседу. Может, что-то интересное, умное свои идеи выскажут. Потому что это чисто игра разума, это чисто эксперимент такой мысленный. Будет у нас интерактивное общение с народом. Может, еще темы подкинут для обсуждения. Может. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok